Всем привет, это подкаст Europe Design, сегодня 25 января 2016 года, выпуск номер 67. Всем привет. У нас для вас есть, как обычно, несколько громчайших тем. Первая из них — окончание эксперимента с биткоином. Вторая будет про всё, что вы могли не знать про свойства Z-Index. И почему может раздражать MacBook? Погнали. Слушай, MacBook... Мне хочется сразу спросить, а вот раздражает кого-нибудь его хостинг, провайдер? Если раздражает, то она послушает наш джингу. Да, если раздражает, то вы должны... Это сигнальная система, вы должны у организма своего спросить, почему вас раздражает, вас хостинг, не пора ли как-то... Как там это, закрыть веб-студию и начать жить? А перейти на другого хостера и начать жить уже просто. Начать не бороться с вот этими всеми зависаниями, отваливаниями, 502-504 ошибками, а начать уже наконец-то жить. В этом вам поможет наш новый джингл. Мощные и надёжные виртуальные серверы — это выбор настоящих веб-профессионалов. Хостинг-провайдер SmartTape.ru использует современные технологии виртуализации в совокупности с надёжным и мощным оборудованием. Ослепительный комьюнити проект UwebDesign рекомендует услугу аренда WPS-сервера, которая предоставляется для ваших высоконагруженных сайтов на высшем уровне. Иными словами, WPS-хостинг нужен таким проектам, которые переросли первоначально небольшие сайты, и им больше не хватает имеющихся ресурсов. Приятным бонусом станет оперативная техническая поддержка, которая превратит вашу работу в настоящий праздник. Джингл на самом деле уже и не новый. Причём фидбэк мы получаем довольно-таки смешанный про него, не скрою. Не, просто напишите, вдруг вы случайно решили пользоваться всё-таки не нашим старым джинглом, в смысле, не то, что мы раньше советовали, то есть безлимитный. Да-да. А сейчас уже пользуетесь всё-таки VPN? VPS. VPS, да. VPN они тоже пользуются, рутрекер заблокировали, но в этом... Ну, кстати, да. Чуть-чуть после говорить, да. Ладно, перейдём к темам непосредственно. Первая тема у нас, почему дизайнеры румят амперсент. Так, это из блока дизайн. Как тебе сказать? Мне вот сейчас в Телеграме я написал, что мы пишем подкаст. Угу. Нам написали, что не забывайте о слушателях. Угу. Ну, классическая вот эта мантра, что вы, типа, помните про зрителя, но не забывайте о слушателях. Вот, дорогие слушатели, здесь большой... Большая фичерд имидж, так скажем. У этой статьи много разных амперсентов нарисовано. Отлично. У нас с сурдопереводом будет подкаст. Я вот, да. Надо как-то ввести в перископ трансляцию именно этих дел. Угу. Именно этих дел я имею в виду. Короче говоря, я не очень хочу вдаваться внутрь этой статьи, потому что она скучная и беспонтовая. Но суть в том, что все мы знаем о том, что есть такой символ амперсент. Он как бы не считается частью алфавита, а считается спецсимволом. Хотя когда-то давно в латинском алфавите это была просто обычная буква. И кроме того, что... Ну, вообще, это практически целая субкультура вокруг амперсентов складывается. Ну, не говоря уже о огромном количестве мерчендайза и так далее. Я думаю, это уже вытекло из самой субкультуры. То есть много книжек есть про амперсенты. Причем есть даже разукрашки в Штатах про амперсенты. Практически приключения амперсентов в стране чудес. Офигеть. То есть прям много. Это прям персонаж. Ну, кстати, да, вот забегая вперед. Раньше же вот смотрели видео про дизайнеров. Они же все с этими амперсентами, там, железненькими на столе. Да, да. То есть прям есть фигурки на столах с амперсентами. Блокнотики постоянно на обложке. Хто сказать, на главных страницах. Главная страница блокнотика – это обложка, чтобы вы знали. Так вот, на обложке тоже амперсенты нарисовано. И тут прям получает большое внимание этот символ. И почему же дизайнеры любят? Авторы статьи попытались разобраться. Ну, кстати, тут еще пишут, что футболки такие были. И вот здесь ушли в историю, что, в принципе, было достаточно много символов в латинском алфавите типа амперсента. Тут какие-то... Я вижу, тут как бы скрин на старой-старой бумаге, я так понимаю, да? Ну, это да, это типа амперсента. Здесь как бы статья не только о том, что есть такой символ, а еще и о том, что вот когда вы разбираете какие-то шрифты, вот амперсент почти везде разный. И на самом деле амперсент – это такой оплот, ну, не выпендривание, но, грубо говоря, амперсент – зеркало души. Зеркало души человека, который работал над шрифтом. Потому что когда ты делаешь шрифт, чтобы он стал, ну, так скажем, используемым, ты не должен делать его сильно вычурным или каким-то таким, значит, вызывающим, но это сразу снизит количество твоих пользователей. То есть вот, например, шрифт Proxima Nova, ну, или Arial, например, или Georgia, они довольно-таки банальны. Ну, то есть это они сейчас стали банальными, когда-то они тоже были, ну, хотя нет, навьем они никогда не были. Ну, так вот. Писажешь, блин, Arial пользуюсь, охренеть. А, все-таки, блин, это такой тренди. Это, по-моему, он топ сейчас. Ну, да. Особенно начертание Arial Black. Это прям вообще самый топ, да? Еще ж юненький был. Вот, ну, суть в том, что именно амперсент, он почти везде индивидуальный. И это такой символ, который вроде бы часто используется. Ну, то есть вот если мы почитаем какую-нибудь зарубежную литературу, причем не художественную, естественно, хотя и художественную, в том числе техническую, какую-то что-то еще, или даже публицистику. Вот в публицистике амперсент часто используется. И вот здесь в статье, я даже не знаю, как скроллить статью, потому что мы немножечко уже не в том порядке говорим об этом, как он был в статье, поэтому я как бы вот на красивой кредитке... Ты картиночки, да. Так вот, говорят, что амперсент, он в словах, например, Procter & Gamble, H&M, он как свадебное кольцо. Точнее, обручальное кольцо, я что-то уже машинным переводом занимаюсь. Грубо говоря, он прям сильно связывает две части. И поэтому он еще и чувственную окраску сам символ несет, поэтому его в каждом шрифте делают разным. И все пишут, что у него... Во-первых, да, то есть Whimsical, здесь все говорят в это слово, причудливый переводится. То есть вот с ним можно почудить. То есть, грубо говоря, шрифт у тебя более или менее такой формальный, а вот амперсент у тебя там, хоп, и как буковка Е просто там. Знаешь, ну тут я попробую сейчас показать на... Там, где по тебе на старой бумаге. Тут вот есть просто Ешечка с плюсом, например. То есть там вообще очень много разных амперсентов. Тут даже Ешечка есть, которая, блин, на банках из-под кофе, знаешь. Якобс Монарх. И вот там где-то какие-то тоже такие Ешечки встречаются, тоже с завитками. Там буква Т и Чиба. Это немецкая буква Т, потому что Ч по-немецки это Т, С, 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 Х, именно немецкими буками уже говорили по теткам. Ну так вот, короче, часть людей, они уимзикал для них, амперсент. То есть они могут почудиться с этим. А для другой части, это для гуманитария, они хотят почудить творчество туда-сюда. А для людей, которые типа там технари, они видят в амперсенте восьмерку, знак бесконечность, чистые, типа, чистые грани, симметричность и так далее. И они делают более такие стереотипные амперсенты, которые прям симметричны. Низ вверх прям вот. Ну и вот эти две, ну вот я не знаю, Абрис, Ямп, Хэрей. Короче, вот эти два кусочка амперсента, хвостики, их тоже они делают прям симметрично. И у них прям вот все круто. Представляете, сейчас какой-нибудь Макси Монсон ружет? Хвостики! Не, ну да, там какой-нибудь там постфикс, ребрек, мяукнинг, как-нибудь это называется. Напишите в комментариях, если вы знаете, как называется хвостик. Да, как хвостики, верхние и нижние называются. Ну в общем, а для технарей амперсент это символ порядка, их шрифтей. То есть вот такая там многоликая штуковина. Я в самый низ спустился до картинки Эрика Шпикерман или Спикерман. И там мне вообще как буква А. И типа что Эд, собака Эд по-английски. И говорилось о том, что в принципе слово амперсент, оно происходит от Эй, Персей, Персей на латыни означает сам по себе. И вот буква, которая от Эй сама по себе. Эд, Персей, Энд. И в конце алфавита прямо так и было, что типа W, X, Y, Z, Эд, Персей, Энд. А потом совместили в одной, получалось амперсент. Потом, правда, из алфавита убрали. То есть это когда-то было 27-ой буквой алфавита. И здесь говорят еще именно... Вот мы сейчас поговорили, так скажем, о каких-то особенностях чисто синтаксических, я не знаю, семантических. А здесь еще говорят культурологически, что амперсент очень плотно вошел вот из-за этого значения, что обручальное кольцо, ATT, H&M, AW, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Barson, Noble. То есть их реально до хрена. И хоть и этот символ уже не является прям основной буквой алфавита, но он в наших сердцах все равно глубоко. И мораль такова. Автор, как его зовут? Джон Браунли. Браунли, он прям пишет, что и дай бог долгих лет жизни амперсенту и все такое. Это типа динозавр, который живет в наших шрифтах. Вау, как в наших сердцах. Так просто, то есть получается, что две части, которые связаны амперсентом, они как бы равны. То есть там, Procter & Gamble, ты не можешь выкинуть там Gamble или Procter, да? То есть это как бы вроде одно целое, но связано этим амперсентом. Амперсентом. Да, но оно еще и дополняет друг друга. И дополняет. То есть это прям вообще, это символ гармонии мира. Круто ты их, да. Круто. Начали с позитивной, давай дальше. Высокая нота, да. Следующая статья с блога Кристиана Хайльмана. Я был, кстати, у него как-то на блоге. Дома. Да, дома у него еще был, у него все, просто кавардак такой. Именно слово кавардак хотелось сейчас использовать после амперсента. То же слово динозавр такое в русском языке. Ну да. Его уже только старики, возможно, используют. Ну так вот. And don't tell me what my browser can't do. Что ты хочешь? Хочешь навести? Да, я знаю, что у него сайдбар двигается. Я просто вдруг у тебя в Safari не работает? Не, ну не настолько. Я на этом блоге еще был, когда у меня на винде Safari 5 стояло. И там тоже это уже двигалось. Кстати, собственно, о том и статья. Не говорите мне, чего мой браузер не может. Вау. И он говорит, не надо делать, короче говоря, заносчивость по отношению к своим потенциальным клиентам-покупателям никогда не окупается. Вот, например, как в красотке. Я obviously in the wrong place. Ты говорила, ты пишешь, тебе здесь не радует, а и е. Надо помягче быть. И вот здесь, на самом деле, в статье очень сильно показывает пример, что вот он был на Нетфликсе. И он заходит тупо с Safari, да, я так понимаю, что я посмотрю, с чего он был. А, нет. Firefox Nightly у него был. Nightly. То есть даже и без Nightly, Firefox уже 100 тысяч бородатых версий поддерживает WebGL. А он заходит на Netflix и надпись, извините, ваш браузер не поддерживает WebGL. И он пишет, типа, и там он цитирует, sorry, but your browser doesn't support WebGL. И он отвечает, sorry, you're a shit-coder. Вы дерьмовый программист. Потому что, типа, они снихят не фичу detected, а detected Chrome. Как будто только в Chrome поддерживают WebGL. Он говорит, я, говорит, что зашел с Microsoft Edge. Ну, он, как бы, специально троллингом занялся, потому что там тоже есть WebGL. Но, естественно, тоже не работало, потому что они проверяли именно просто на Chrome. Ну, это точно shit-coder, потому что... Да, и, типа, какого хрена говно? Ну, он, говорит, зашел, типа, в Chrome, и реально ему понравилась анимация, все прикольно. Ну, а какого хрена, типа... И он говорит, вот не хватает этим разработчикам такого качества, как empathy. Чувственность, а именно чувствительность к своему юзеру. В смысле, чувствительность, что ты его чувствуешь, а именно, что ты любишь своего юзера. Вау! Что нельзя между тобой и юзером имперсент поставить. Ты отстраняешься от своего пользователя, и не очень тебя заботит его судьба. Мы как раз то ли неделю, то ли две недели назад говорили о качествах, которые мы должны обрадать, обрадать, хороший дизайн, а там empathy как раз был. Кстати, да. Чувствительность по отношению к своему клиенту, ну, да, к посетителю, она должна быть. И он, ну, естественно, он и говорит, что я, как чувак, который технически подкован, понимаю, что... А, это, говорит, типа, я понял, что в WebGL, скорее всего, надо Chrome. А если я тетка, и я не знаю таких словов, много букв, то я просто, меня бесит, я закрываю... Даже не столько бесит, сколько я не понимаю, меня пугает, и я закрываю эту страницу и ухожу с Нетфликса куда-нибудь, я не знаю, в Амедиатеку. То есть это серьезно было? Прямо на сайте Нетфликса сделано такое? Да, да, возможно, это настолько серьезно, что именно поэтому он и решил написать эту страницу, что даже у Нетфликса, который, кстати, приезжал в Россию еще в 130 дохрена стран... То есть у Кристиана Хельмана бомбануло? Да, у него бомбануло, привет всем. И он пишет, что, типа, по факту это просто закодированное. И это, на самом деле, то же самое, как вот смотреть. Типа, он говорит, вот так это, на самом деле, выглядит просто для всех. Хоп, и пустота. Я, на самом деле, посмотрел в Source, это картинка PNG-ха в 10 пикселей шириной, в дохрена пикселей высоту. Он просто поставил, типа, вот. А, вижу, да. Ничего, типа, вот такой веб нас приглашают, типа, потреблять и так далее. И именно это и делает веб успешным, что мы, на самом деле, можем начать, пропуская всю его, вот эту, так скажем, чувственность, опять же, и говорит, что вот, там, не надо, конечно, супер старый браузер поддерживать, но можно просто начинать с той функциональности, которая работает вообще везде. Он говорит, я, конечно, могу, так скажем, отдать должное JavaScript в том смысле, что вот HTML или CSS, если что-то отвалилось, хотя бы что-то работать будет. Допустим, не прилетела картинка, у тебя alt-текст показывается, и, грубо говоря, ты хотя бы, ну, поймешь, ну, не прилетела картинка, ну, бывает. Или в CSS там не применилось свойства, но он дальше весь файл спарсил, и у тебя все, кроме этого свойства, ну, съехало у тебя какое-нибудь говно. Но ты, грубо говоря, не потерял продукт весь целиком. А в JavaScript иногда так бывает, что одна какая-нибудь фича не сработала, и у тебя весь файл отвалился, и ни хрена уже вообще не будет. То есть он, естественно, говорит, он не говорит, типа, это, говорит, не та история, что, опять же, выключен у тебя или не выключен JavaScript. Это только о том, что именно из-за того, что JavaScript очень быстро развивается, его конкретные фичи уже везде работают. Ну, короче говоря, в Chrome уже все работает, а нигде еще не работает. Не, типа, не ведитесь на, так скажем, маркетинг тулзов, ну, не тулзов, а там, фреймворков и так далее. Даже не фреймворков, а вот, ну, будут вам сильно рекламировать, что вот, там, суперновая WebGA туда-сюда, и вы себя, хоп, все бросили и начали вот такое делать. А только это у тебя, вас увидят потом 10 человек, которые на Chrome зайдут, ну, как бы и больше, конечно. Ну, просто сам факт того, что ты должен каждого пользователя расценивать как-то маму свою или папу, который со старого браузера за шоу, ни хрена не понял, что ты делаешь вообще. Ну, кстати говоря, я не знаю, совпадение это или нет, может быть, это всем известная фишка, но сам Кристиан Хелман, если подняться вверх, то его логотип очень сильно напоминает Firefox, с которым он сидел. Я, вот, я сейчас нажму About, и он чуть ли не скажет, что я там, это, я там, я там работаю в Mozilla, ну, то есть, Will Code for Bananas у него написано, About This. Да, Code Poet у него. Ну, короче, нет, это его ник в Твиттере, здесь он не пишет, что он работает в Mozilla, ну, наверное, если бы работал, написал. Ну, скорее всего, да, как то, что он вегетарианец, например, он бы написал обязательно. Ну, отличная статья, на самом деле, которая, опять же, мотивирует, написано Work at Microsoft on Edge, то есть, он, видимо, все-таки Microsoft-ный парень, у него в Твиттере это написано. Ну, видимо, да, из Microsoft, ну, тогда он троллингом занимается со своей аватаркой. Согласен. Да, он, собственно, и когда пишет, что он, в основном, с Firefox'а Nightly сидит, он тоже, так скажем, не пушистый. Ну, ладно, перейдем к следующей статье. Три типографских, это, кстати, вот эти первые две, я, кстати, даже не знаю, почему Don't Tell Me What My Browser Can Do я в дизайн поместил. Ну, пусть будет. А, это про, я вспомнил, я как думал, когда это делал, это же типа я про юзер-экспириенс, что это плохой юзер-экспириенс, сообщать, ваш браузер не поддерживает. Лучше как-нибудь хоп-хоп меньше показать, но чтобы юзер не чувствовал себя говном, например. Ну, да. И это же просто, даже вдруг он отлично знает, что его браузер что-то не поддерживает, но он не может его сменить, там, по причинам корпоративных каких-то политик и так далее. Зачем ему еще лишний раз напоминать, что он говно? Угу. Лучше просто ему меньше функционала показать так, что он даже не узнает, что был бы лучший функционал, что там анимация и так далее. А так ты заходишь на сайт, вместо логотипа у тебя, а у вас нет WebGA. Ну, как бы, не тема. У него, кстати, HTTPS на сайте, а у дизайн-шека нет. Вау. Так вот, следующая тема, она расслабончик небольшой. Три типографских тренда 2016 года с примерами в скобках. Представляешь, вот кто-то заходит и думает, ой, опять без примеров не буду читать статью. А тут вот Керри Казинс уже вот на таких дебилов рассчитывает. With examples. Не examples еще, по-британски. Я причем скроллю, тут реально тренды. Да-да, тут прям вообще cutting edge, bleeding edge, что называется, прям вот на острие трендов она пишет. Тут прям сейчас чуваки с бородами должны настроиться прям вообще как надо все. Локаторы свои настроить. Но она пишет, что вообще дизайн-тренды. Очень сложно мимо них пройти. И даже, типа, это вот те тренды, о которых я сегодня буду говорить. Блин, господи, я что-то все уже заговариваюсь. Короче говоря, мы их даже если хотим не должны ненавидеть, потому что они просто везде. Типа надо просто уже смириться с тем, что это так. И даже если мы будем просто там везде нудеть, говнеть, что это все нет. Ну, как бы можете не использовать, но надо быть в курсе и надо понимать хотя бы как использовать. Потому что, а вдруг к вам будут приходить в агентство и говорить, а можно у меня вот трендово там с дровосеками вот эти шрифты прикольные. И ты такой, блин, если ты будешь ненавидеть в этот момент все, то тебе работать будет не хотеться. Ну да. А так надо вот как-то вот... Первый тренд это ретро-гранжевая типографика. Так. Знаешь, как гранж переводится вообще с английского языка? Слушай, я знал, типа потертый, не потертый. Ну, грязь. Да, да, да. Ну, я сейчас, кстати, прям как обычно я это делаю, в прямом эфире зайду в гугл, но вообще грязь. То есть ты имеешь в виду... Здесь перевели как гранж. Куртка Бен делала грязь прям. Но вот имя существительное определение есть grime, dirt. Ну, короче, грязь. Окей. Не знаю почему. Ну, когда-то давно я это смотрел. Тут, уважаемые слушатели, не забываем про вас. Здесь вы сами можете себе представить, такая типа потертая фотокарточка, как будто бы из 80-х. И на ней два чувака с бородами, с сигарами. Gentleman Club. Gentleman Barber Club. То есть это парикмахерская, так скажем, реклама. У них еще сзади потертый такой шкаф, как в Fallout. Да, да, да. После ядерной войны. И они в кожаных креслах потертых сидят. У них еще татуировки уже выцвечения не обновляли давно. Причем у рыжего нет татуировок, только у черного. Кстати, да. Ну, в общем, да. Два чувака чокаются и виски попьются. Бурбон, я думаю. Потому что как бы... Ну, я так понимаю, основное наше внимание сконцентрировано все-таки на надписи, которые как раз Grunge. Да, она чуть-чуть с такими точечками черными. То есть, грубо говоря, с прозрачными кусочками, как будто в пыли шрифт. Ну, у него, кроме этой пыли, да, у всей... Есть, короче, даже, наверное, такие фильтры. Сейчас уже в Инстаграме. Я в этих фильтрах не силен. Которые потертости добавляют с краев фотографий и так далее. И здесь, грубо говоря, из изгибчики, они тоже такие не очень ровные. То есть, вот Бубба, здесь шрифт. Это шрифт какой-то типа для фастфуда. Причем для такого типа хорошего фастфуда на деревянных потертых досках там. Ну, для тех же чуваков с бородами. Согласен, да. Именно все такое типа грубое. Но на самом деле сами чуваки настолько вылизаны. У них волосок к волоску, что от этого контраста еще и, так скажем, ну, не то, что не по себе, но да. Ну, вот нам Керри пишет, что ретро и винтаж, хотите вы того или нет, они в данный момент типа в тренде. А хевин и момент. Это такая идиома о том, что имеют момент надпись на табличке. Вот. Что в данный момент это прям вообще в топе. Везде, куда вы ни посмотрели, дизайнеры используют старый стиль. Даже вот наш знакомый дизайнер из Подмосковья себе логотип сделал типа на гранжевой стене, выцвечая краска такая, типа я редушер. Вот. Type Options. Короче, все шрифты вот. Много даже сейчас, собственно, это и по нашему паблику видно. Мы-то в тренде остаемся. Ну, кстати, да. У нас много и шрифтов, и текстур, и даже не фильтров, а пресетов для Lightroom и экшенов для Photoshop, которые фотографии хоп и превращают типа в винтаж. Они еще все выглядят типа кастомно. То есть такое ощущение, что прямо вот ручная работа настолько грубо выглядит, кустарно, есть такое слово кустарное, оно в принципе носит типа негативную окраску. То есть оно вообще, когда появилось, я тебе скажу, когда была новая экономическая политика у нас в конце 20-х годов. Все из кустов выпрыгивали. Нет, тогда были типа нэпманы, это типа ремесленники. И на них неплохо, ну, грубо говоря, поднялась промышленность. Не промышленность, точнее, ремесло. То есть в городах и так далее после гражданской войны. Но потом уже уперлись в то, что чуваки по одному или там в мануфактурах не могут сделать много, начали делать индустриализацию, их всех понерфили, так скажем. Угу. Причем не просто понерфили, а законодательно. Что ты практически как ипшник не мог зарядиться. Сократили. Да, да, типа того. И им пришлось идти там в цеха и так далее. На завод нормально. Ну, типа того, да, на заводы, чтобы производство более было продуктивным. Но оставались чуваки, которые кустарники, которые просто дома после работы с сапоги тебе могли сделать ручную работу. На коленке. Ну да. И они были как бы не очень качественным. Это не то, что вы думаете. Сейчас в Лондоне на главных улицах есть чуваки, которые костюмы шьи. Ну, опять же, вот такие же с бородами. Да, 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 да. Хотя их тоже будут выставлять сейчас как то, что это хендмейт, там, так далее. Ну да. Тому подобное. Вот здесь именно выглядит как будто это кустарное. В том смысле, что шрифт как будто вот один из этих чуваков с бородами и сделал этот шрифт. Причем, скорее всего, так и было. Ну, надо сказать, что они, скорее всего, достаточно выверены в дизайновом плане. Ну, и да, и нет. Нет, иногда они заведомо сделаны дерьмово. То есть прям вот этот один шрифт ты сможешь использовать только вот для одного логотипа. Это я согласен. Там даже не все буквы будут красивые. Помнишь, мы с тобой в этом же подкасте говорили о том, что название для шрифта выбирает, исходя из того, какие буквы в этом названии, и что именно эти буквы самые красивые в этом алфавите, ой, в алфавите, шрифте. Ну, да. Вот. И тут она пишет, что мы будем ненавидеть этот тренд, потому что в Google шрифтах или в Typekit не особо нету таких шрифтов. Ну, потому что там реально крупные студии занимаются шрифтами, для них это не хрен собачий, это как раз не кустарное производство. А чтобы вот такой шрифт сделать нормально, по-человечески нужно много работы провести. Каждый глиф выверить. Глифы называются. Буквы, которые еще не попали в шрифт. Насколько я понимаю, поправьте меня в комментариях. Пишите в комментариях о том, о чем мы забыли написать, когда вы писали. Помнишь, там вот это произошло? В общем, да. Поэтому тут и использование их, несмотря на это, не является кустарным. Оно прямо сейчас вообще везде. То есть многие одежные компании такими шрифтами теперь пользуются. Ну, это такой парадокс, короче говоря. Ну, и она пишет, что есть много на... Это я уже от себя говорю. На Behance есть много всяких шрифтов, где как раз отдельные чуваки их делают, бесплатно раздают. А она пишет, что чтобы их использовать, важно типа не переборщить с винтажностью. Ну, и она несколько примеров показывает. Brandon Brinted с ссылками, естественно. Шрифт Wanderlust. Ну, оно смотрится прикольно. Да, но я так понимаю, кроме шрифта, здесь еще, в принципе, саму фотку обрабатывали, чтобы она была такая именно гранж. Естественно. То есть вот что говорить про Brandon Brinted, там набор не только со шрифтом. Во-первых, там и четыре стиля. То есть вот здесь, например, буквы R, показано, что четыре степени потертости есть. Кроме этого, есть catchwords, так скажем, с тенькой. Если ты видишь. Вижу. И есть еще всякие стрелочки, ленточки, звездочки для обработки. То есть это не просто... Это целое дело. Целое дело. Да, я вот сейчас даже перейду на Brandon Brinted. Да, это с креативного рынка, естественно. Там набор сейчас, посмотрим, 99 баксов, между прочим, стоит. То есть, в принципе, это опять же для наших слушателей можно вот такое за бабки делать. Ну, конечно. Если вы видите хороший дизайнер, вон там даже, видишь, пистолеты, штурвал, компас. Пистолетов. Балетки, да? Якорь, мечи. Ну, блин, круто сделано. Круто сделано. Я прям даже... То есть, кажется, что чувак прям кистью-то нарисовал. А она и пишет. А, нет, она это будет писать в следующем. В следующем у нас акварельные шрифты. И там она пишет, что прям некоторые шрифты так и создаются. Просто кисти на планшете рисуются и вываливаются, как символ, и все. Ну да, закончим с ретро и гранжем. Короче, как в любом деле, главная мера. Главное не переборщить. И вот, да. Если использовать стоковую фотографию, то как раз использовать фотографии старых мостов, старых автомобилей, мы поняли, что все в стиль было. Motor color typography. Акварельная типографика. И здесь несколько сразу, опять же, примеров у нее тут на конверте прям нарисовано. Я даже... Elijah Steven. Elijah Woodbridge. Elizabeth Tan, да. Tan, причем именно. Как загар. E-A-N. Я не забываю о наших слушателях и буду проговаривать. Не очень понимаю, это вообще потом в электронном виде-то появится когда-нибудь? Это вообще напечатано или все-таки нарисовали, опять же? Здесь нарисовано. Но нарисован, грубо говоря, мокап при печатной продукции, но он так и остается мокапом. На самом деле, это, знаешь, некие... Ну, может быть, кто-то и распечатает. Давай не будем за всех. Кто-то такие открытки... Я такие открытки видел, как открытки реально пойдет. Ну да. Но иногда это остается просто как, так скажем, абстрактная хрень, которая нужна только, чтобы показать твои скиллы там и так далее. Но иногда в стиль тоже вписывается. Почему бы и нет? Для какого-нибудь лендинга одного, например. Ну да. Так вот. И тут она пишет, что вообще-то на этом можно даже и потренироваться просто в работе рукой, так сказать. В работе кистями. И несмотря на то, что... Ну она говорит, типа, поаккуратнее надо использовать, потому что традиционно это с телками ассоциируется. Простите за грубое слово. Именно вот акварельные, да? Да, да. Что в основном на женских блогах такие шрифты, они такие красивые, вычурные. Да. Сразу несколько примеров. Минти, мятный. Так. Зубиклайн. Зубик. Или зубук. Лионей. Может быть тут надо по-французски читать. Зубиклайн, это смешно, конечно. И хейтс. Хейтс здесь в данном случае прям тоже кистью такой, на что он кричащий. И здесь мы, кстати, к слову о кричащем, здесь и хейтс, и вот если вернуться к винтажному, wonderlast, они по-моему кричащих, потому что они капсом написаны. Ну, кстати, да. И это наш третий тренд. Все писать строчными, либо заглавными буквами. Строчные и заглавные же одно и то же, да? Ну, да. Да, да. Прописные им это маленькие, а строчные и заглавные это большие. Большими буковками. Точнее, или прописные это большие. Хороший вопрос. Я забыл. По-моему, прописные. Ну да, окей. Ну так вот. И типа, здесь смешная отсылочка. Some people hate, hate, hate all caps, letter and absolutely refuse to use it. Ну, как бы, Taylor Swift. Ну, хотя про hate, hate, hate же не только Taylor Swift. А в других, более core группах. Да, да. Ну, здесь hate последний еще капсом написано, как раз про капс. Пишет, что многие не используют, потому что слишком кричащие. И на самом деле, если говорить об UX-исследованиях, то мозг дольше обрабатывает заглавные буквы, потому что реже видит их в тексте, начиная с детства. То есть мы в детстве видим заглавные буквы только в начале предложений. И у нас мозг не так к ним привыкает, к их расшифровке, поэтому то, что написано маленькими буковками, мы быстрее воспринимаем. Там чуть ли не до 30%. Ну и просто ты не будешь знать, где начало предложения, где конец. То есть, конечно, по точке ты можешь определить, но заглавные буквы... Меньше, так скажем, визуальных хикорей, за которые ты зацепляешься и воспринимаешь. Поэтому с этим надо поаккуратнее. Но тут нам показывают Освальд Google Fonts, примеры. И мне сразу хочется импект вспомнить. Импект это шрифт, которым на мемах все пишут. Ага, да, да, да. И на котором цензурит написано обычно все. Да, да, да. Sweet Sucker Punch здесь есть такой шрифт. Prestigio. Тут немного другое. Я считаю, вот Sweet Sucker Punch это вообще вот просто неживые шрифты, которые использовать вот только на таких картиночках. Один раз на новом альбоме, например, Lavin. Да, да, да. Какой-нибудь использовать и все. И причем, может быть, для нее-то я отдельно такое рисую. Покупают лицензию Sweet Sucker Punch. Да, да. Да, именно просто отдельно. Lavin Fonts. Lavin Fonts. Причем там даже и все буквы-то не рисуют, а только вот те, которые используются на обложке непосредственно. Ладно, уходим в бабки, а то мы с дизайном как-то подзатянули. Так, давай. Следующий, значит, наш блок называется Business. То есть реально в бабки уходим. Так. И сразу начинаем с темы, которая, в принципе, тоже достаточно аж обширная. И она немножко нас подводит, в принципе, к нашим последующим темам про бабки. Ну вот, допустим, такой заголовок. Alibaba будет торговать американскими брендами, кому это выгоднее. Или, как интересно, Alibaba или Elibaba, как интересно, правильно, как китайцы читают это. Короче, не знаю, смотри, получается, у них Али и Алиэкспресс, и Алибаба, смотри, у них как-то это все... Ну, Алибаба это их главный дом, а Алиэкспресс это один... Так, Алиэкспресс это все-таки внутри Алибабы. Потому что здесь сейчас будет про других чуваков. Сейчас, подожди. Про других игроков рынка. Алиэкспресс, сейчас я посмотрю на Вики. Какое-то, скажем, кто это. Чего, здесь даже и нет. Вики. Алибаба Групп. Это главная компания. И в нее сейчас... В нее входит о том, что я расскажу, но вот Алиэкспресс, мне интересно, входит или нет. Алибаба Групп управляет несколькими структурами. Алибаба Ком, Алибаба Пикчурс, китайская кинокомпания, Алиэкспресс Ком, Таобао Ком, Тимол, Джу Хуа Суан, Етао, Алибаба Клауд Компьютинг, Чай на Яху и Алипей, платформа для онлайн... Я сейчас испугался, ты слишком хорошо начал говорить по-китайски, поэтому... Короче, суть какая, я просто зачитаю первый отрывочек, чтобы все поняли, прониклись атмосферой и так далее. Понюхайте, взболтайте и попробуйте. Итальянский сомелье проводит дегустацию для группы людей и предлагает им на разлив благородные красные вина Роберт Мондави, обладающие невероятно бархатистыми вкусами. Некоторые из этих хорошо одетых людей внимательно слушают сомелье, другие с бокалами в руках гуляют среди пышных садов или устраиваются возле вертикальных винных столиков, чтобы попробовать сыры или мясные закуски. Сцена напоминает картинку из проспекта для туристов о долине Напа, но на самом деле все это происходит в 6200 миль от родины красных вин Каберне. За садами простирается промышленная застройка Ханчжоу, Китай. Плотное облако городского смога повисает всего в нескольких футах над группой дегустаторов. Область для дегустации, оформленная в калифорнийском стиле, это временный ресторан, построенный на территории Алибаба, ведущий компанией в сфере торговли через интернет. В рамках компании, которая компания Роберт Мондави проводит с целью приобщения к огромной базе клиентов Алибаба. Так вот, короче, о чем это в принципе? О том, что Алибаба... У них уже страна внутри страны. Да, во-первых, страна внутри страны, кроме того, что Алибаба в принципе это огромный онлайн коммерции, вот именно магазин, так скажем, можно так его назвать, то есть популярная компания огромная, которая в принципе равна и eBay, и Amazon, в принципе, да, и которая играет на рынке Китая, то есть охрененные бабки, охрененно много людей в нем покупают в Алибабе, да, и торгуют. Поэтому на нее выходы, это очень для любой страны очень интересно на Алибабу. Вот, и как бы нам вот эти первые абзацы говорят, что как бы в принципе много кто хочет с ними сотрудничать, вот, например, как тут итальянцы или вот, например, там, американцы, опять же, про которых дальше пойдет. Так вот. Ну, короче говоря, это прям суперплощадка рынка. Да, да, но немногие знают, что в принципе Алибаба у них был небольшой застой, я вот сейчас это прочитаю, зачитаю. На сегодняшний день положение Алибаба выглядит не лучшим образом, а рост компаний замедлился в связи со спадом китайской экономики и ростом числа конкурентов, таких как GD.com. Что за GD.com, это интересно, JackDaniels.com, я не знаю. Джон Дориан. Да, Джон Дориан. Стоимость акции уменьшилась на 26% по сравнению с максимумом, достигнутым после прошлого IPO с 115 до приблизительно 85 долларов за акцию. То есть, в принципе, Алибаба-то немного падает, и поэтому для них уже выгодно стало, опять же, я дальше поговорю о чем, сотрудничать с такими компаниями, ну, с американскими компаниями, которые будут предлагать товары более качественного, более высокого качества. Более качественного качества. Более качественного качества. Я сейчас тебя прерву, здесь есть фрейм. Я, конечно, не забываю о слушателях, но и о зрителях не забываю. Так. Мы видим фрейм, новая волна американских IT-компаний осваивает Китай, подчиняясь государству. И это фрейм не что иное, как вордпрессовский OEMBED, что намекает на том, что ROEMRU-то сделан на вордпрессе. Ну, кстати, да, и причем устраиваться не сильно противно, я бы даже сказал нормально. Вордпрессовский OEMBED хороший, WP-Embed, да. Так, собственно, у ROEMRU прям не прикрыто боди-класс сингл, сингл-пост. Ой, как же так-то, мне просто даже стыдно немного. Короче говоря, что они поняли, Alibaba? Они поняли, что, во-первых, у чувака-создателя Alibaba, точнее, вот Даниэля Чжана вот этого, который, в принципе, создал, я так понимаю, Alibaba, у него есть вот этот T-Mall, который входит в Alibaba. И они поняли, что на T-Mall резко возросли продажи. Почему? Потому что T-Mall отличается тем, что он, в отличие от Taobao, где продается всякое дерьмо, на T-Mall, короче, продаются прям высококачественные продукты от брендов, которые известны в Европе и в Америке. Так. Эти марки, они дороже, и с ними есть резон. Вот. Поэтому, короче, он понял эту тему. И, в принципе, всю Alibaba, я так понимаю, будет сейчас переводить на рынок, на американский, на европейский. В принципе, все, об этом статья вся. Угу. Вот. Но еще там дальше рассказывается про T-Mall Global, вот этот, что этот чувак, он как-то там добился. Раньше, чтобы зарегаться, если ты там в Америке, допустим, или где-то. Вот, я сейчас прочитаю. Джан приступил к решению проблемы, то, что американцы или европейцы не могли торговать нормально на Alibaba. И Джан приступил к решению этой проблемы через создание сайта T-Mall Global, который дебютировал в 2014 году. Это межгосударственная торговая площадка, оказывающая большую помощь в обходе законов без их нарушения по форме. Наставим компаниям, продающим только через T-Mall Global, не нужно учреждать в Китае дочерние предприятия или открывать счета в банке. То есть, можно просто сразу, фактически, они могут начинать продавать свой товар китайским потребителям уже через несколько дней. Ну, понятно. Короче говоря, T-Mall, видимо, в Гонконге зареган, как в свободной экономической зоне. А там уже внутреннюю логистику они просто осуществляют, как будто это китайские товары, хотя они везены хрен откуда. Ну, прикольно, прикольно. Ну, в принципе, да. И вся статья об этом, что, как бы, всякие марки, им интересно заходить на Алибабу и бла-бла-бла. И что вот там вот в конце рассказывается немножко про день, единственный день, который, видимо, по которому снимали мерки. Вот день холостяка именно, на который они провели какие-то, видимо, сейлы, будем говорить, какие-то распродажи. И они получили выручную 14,3 миллиарда долларов офигенную. Вот. И все это всем показало пример, что надо с ними сотрудничать. Ну, я так, я немножечко... Следующая тема-то у нас уже про Россию. И про российские рынки, в том числе. Следующие темы. Я сделаю перешейчик небольшой. Вообще, Алиэкспресс, я не знаю, кто там, Джан Хринан, Жан-Мишель Жар, кто там это, заявил, что 2015 год в Алиэкспрессе объявлен годом российского покупателя. Так. Так, что прям настолько объемы возросли, товары обмена с Россией. Ну, и, собственно, это видно даже потому, что в 2015 году, может быть, еще в 2014, но в 2015 уже прям сильно. Даже с почты извещения не приходят, если с Алиэкспресса посылка, а просто смс-ка приходит, прийди, получи. Ну, видишь, Алиэкспресс, к сожалению, это все-таки ширпотреб сильный. Согласен, да. Поэтому действительно у нас увеличится, потому что мы все будем по 13 рублей ластики, жвачки заказывать. Чтобы ты понимал, там же многие-то заказывают именно не потребительскую хрень, а многие заказывают товары для продажи. Знаешь, например, паяльные станции даже. Вот инструмент, короче, например. Или комплектующий к телефонам, там, к хрен знает чему. И комплектующий, вот, например, аккумулятор для айфона. Он там есть за 5 баксов, а есть за 25 баксов. То есть там можно купить не ширпотребный, а хороший аккумулятор, и он будет стоить дороже. Также и паяльные станции, инструменты и так далее. То есть и многие с Алиэкспресса заказывают крупными партиями, просто уже перепродают здесь в России. То есть не просто для себя резиночек заказать для волос, а вот как-то все-таки именно бизнес вести с этим. Ну, это я так просто... Ну, причем мы сейчас немножко расслабимся на теме про рутрекер, а потом дальше про РФ, про рынок. Да, я последнюю эту. То есть, так скажем, это может судить не только о том, что русские стали покупать резиночки на Алиэкспресс, а много русских решило в эти нелегкие времена, кризисные, открыть какой-то свой ларечек с аккумуляторами для айфона, просто закупить на Алиэкспрессе и сидеть перепродавать. Может быть, вот так. Может быть, может быть. Просто их реально много стало, таких магазинчиков, и пультов стало больше продаваться. Ну, тут просто реально разных таких вещей. Ну, давай, перейдем. Немножко переключимся на рутрекер. Так вот, с сегодняшнего дня, то есть с 25-го, дико, ээээ, да, января, за святого января, наконец-то заблокируют такие рутрекер. Ну, не выгодно, просто мексиканец ржет. Тут мексиканец ржет. А почему он ржет? Потому что некий кинозал.тв, это даже не реклама, это просто мы, я даже не знаю, такой сайт, но тем не менее. Пиратский сайт, между прочим, который, я так понимаю, все-таки киношки там или что они показывали, я не знаю. Ну, онлайн кинотеатр, у меня батя там смотрел. Они поняли, что, да, приводят к потере всего 9% пользователей отвалится, когда заблокируют их. Ну, допустим, мы сделаем ссылку на то, что на рутрекер гораздо больше народу заходило, чем на какой-то кинозал. Так. И, допустим, сместиться с 9% пользователей отвал, ну, будет там какой-нибудь 12%. Насколько интересно, критично это рутрекеру? И вообще, насколько... Он может не 12%, а может 50% отвалится. Может быть, аудитория другая, мужики, которые не умеют пользоваться. Опять же, мы не знаем. Да, да, это как бы, знаешь, в мат-экономике есть аппроксимация. Когда вот два года вот так идет, и ты третий год примерно продлеваешь кривую в Excel, и можешь аппроксимировать и приблизительно спрогнозировать, что, возможно, если все будет так же, то будет вот так. А если не будет, то не будет. Поэтому, ну, вот тут то же самое. Ну, и опять же, я вам напомню, подогрею, как бы, интерес к рутрекеру, что, возможно, там появятся более защищенные... Более защищенные сайты, более защищенные раздачи, как бы, защищенные... Более пиратские. Да, то есть защищенные правами, как бы, но теперь они могут их раздавать, потому что, ну, все уже, уже можно. Вот, я вам подогрею интерес. И, возможно, они не появятся, потому что на рутрекер все отвалятся 99%, и нахрен он никому не нужен будет. Посмотрим. Будем посмотреть, мы будем следить. То есть, прямо у нас часто бывают новости про рутрекер, и Roam.ru реально форсит этот вордпрессовский ОМБ. Они везде, я вас уют. Это прикольно, мне теперь тоже захотелось так делать. Да, ну вот дальше снова про РФ, и почему... У нас это в Slack заглавлено, почему уходят с рынка РФ. Вот так вот. А тут, как бы, заголовок, на самом деле, в статье. За два года из России ушли около 60 известных брендов и компаний. Причины не только в кризисе. Значит, короче, вся статья о том, что все плохо, и все уходят реально с российского рынка. Конкретно, очень много здесь написано про IT. Конкретно написано, что всякие айтишные компании и по разработке софта, и по разработке игр, и всякие такие чуваки, кто может, переносит свои офисы в европейские страны, в Америку, там даже вот в Калифорнию кто-то переехал. Реально, то есть, причем, я так понимаю, у нас в России работали чуваки из Европы, чуваки из Америки. Им просто уже, как бы, невыгодно работать здесь, и семью никак не с этим. Короче, в общем, им... И все это происходит из-за того, что, во-первых, спад, в принципе, экономический спад, из-за того, что рубль так дешевеет, из-за того, что у нас меньше денег, получается, становится. Ну, грубо говоря, то есть, мы не можем уже платить за софт, мы не можем уже покупать, там, платить за игры, донатить и т.д. и т.п. И уже им становится неинтересно иметь здесь офисы. Да, то есть, в принципе, не только представительство прикрывает, но и на рынок консюмерский тоже, так скажем, закрывают глаза некоторые компании. Да, тут даже пишут, кстати, что и вот Яндекс, например, вынужден привязать зарплаты ключевых программистов, работающих в России, к евро или доллару. Но это, как бы, я давно думал, что они, в принципе, в баксах, скорее всего, получают уже все. Вот. Тут вот написано об этом, что все переносят. И в конце есть небольшой такой вывод, что, в принципе, виноват не только кризис. Здесь разбирается история Тошиба Рус, о Тошиба Рус, то есть, российского представительства Тошиба. Хироаки Тезука, некий чувак, который гендиректор, собственно, этого представительства, заявил, что инструкторизация бизнеса компании в России завершена. То есть, все, он уже больше не будет в России. В данном случае это ведет к ликвидации российского подразделения, вот, как я и говорю, телевизоров и кухонной техники. Обратите внимание. И он пишет, почему из-за того, что высокая конкуренция, конкретно он приводит, именно тяжело работать с корейскими компаниями, которые имеют рыночную долю 70%. Как бы нет смысла с ними конкурировать, то есть, Samsung, LG. Поэтому, как бы, японцам уже неинтересно на этом рынке, они сваливают. Ну, останется B2B. То есть, грубо говоря, для Почты России, Сбербанка, силовые машины, здесь как крупные клиенты Тошиба Рус показаны, всякие кассовые аппараты и так далее, все еще будут Тошибовски по тендерам закупаться. Но именно в потребительском сегменте конкурировать с корейским говном уже не получится, с Samsung и LG. Мне просто интересно, у нас же, получается, там много такой замены будет. И вот, допустим, Автопром там свалит какой-нибудь, знаешь, представляешь, как... Да, Кайсер же уже свалил. А если Тойота свалит, епошки опять же, да нахрен, мы лучше Киев будем. Да, да, потому что с Киев и с Hyundai очень сложно будет конкурировать. Это будет противно, это будет просто... Вообще, просто, на самом деле, странно, что у корейцев, у них, в принципе, получается, вот возьми Samsung, возьми, короче, ну, я ладно, ну, какие-нибудь там, действительно, Hyundai, да? Они же, у них какой-то вот прям стиль-то даже хреновый. Просто говно, просто вот ширпотребный. Да, да. Ты смотришь и видишь, что души нет. Да, да. Хотя у Nissan тоже нет души, хоть это и Япония. Ну, в общем... Но вот с Samsung и LG прям отвратительные. Согласен. И, кстати, то же самое произошло с компанией Sharp, например. Я прям искренне любил их технику, они очень круто все делали, но они тоже ушли с телерынка. Сначала у них остался только премиум сегмент, когда доллар еще был старый, там телевизоры по 60 тысяч. Ну, они, собственно, и 60-дюймовые, крупные, с нормальными японскими реально матрицами, которые там делались, тоже ушли, потому что, блин, с Samsung и LG... Нет смысла. Да, причем Samsung и LG даже не в том смысле, что их много, а они еще же, ну, вот как бы просто мне инсайдеры говорили из бизнеса, которые типа NVIDIA и так далее продажники, им приплачивают за то, что они продают Samsung и LG. То есть, грубо говоря, все консультанты, они уже являются и торговыми представителями корейских компаний. Я вот когда-то в NVIDIA тоже работал на подработке представителем то ли Epson, то ли чего-то там торгового. И когда приходили в отдел принтеров и MFU, мне надо было вроде советовать по всем, но склонять больше в Epson. И вот сейчас у всех просто консультантов есть работа склонять в пользу Samsung, телевизоров и LG. Если ты придешь и просто мне вот Sony, они скажут, ну, блин, а что от Sony? Может, вы Samsung или LG? Нет, как бы, вы, да, но вы можете Samsung намного круче за те же бабки взять. Да, да, вот эти главные аргументы, что вроде больше функций... 3D! ТВ смарт говне, который будет лагать, потому что там процессор 133 МГц, ну, просто будет худше. Ладно. Да, ну, в общем, вот немножко так. Теперь дальше про биткоины. Очень интересная тема, она длинная на самом деле. Чувак, статья, я так понимаю, перевод я сейчас хочу найти, но чувак суперинсайдерскую информацию слил. И я не могу понять, ну, перевод Mike Hearn, как написано здесь, как бы, поэтому да. Да. Короче, чувак, который работал именно вот в этой, именно централизованной... Когда еще биткоин был централизованной структурой, и им занимался Bitcoin Core, вот эта компания, из которой все вот выросло, и потом они поняли, что нужно децентрализовать, короче, вот там целая тема. Короче, люди, которые понимают в биткоинах, вот эта статья, это просто, я не знаю, им надо на английском смотреть и распечатать себе, короче, и молиться каждый день на нее. Ну, короче... А почему молиться? А почему молиться? Ну, потому что тут, как бы, такие детали расписаны прикольные, которые, в принципе, то есть он пишет, что биткоин, как бы, еще живет, и он будет жить, да? Но почему, в какую сторону он двигается, это прикольно, знать чувакам, которые интересуются. Хотя я не представляю, кто у нас в России интересуется, он пишет, что Китай полностью все контролирует. Ну, есть люди, которые думают, что интересуются, но на самом деле они и не решают нихрена, и так далее. Я просто... Как обычно, если есть крупный игрок, то он контролирует все. Ну вот, и он рассказывает, что он вот работал с чуваками Гевен Андерсон и Джефф Гарзик, вот эти известные разработчики, которые работали над биткоин-кором. Вот. Он немного, он сразу-сразу пишет, что биткоин отстой и почему. Он пишет. Сейчас я просто зачитаю. Если бы вы никогда не слышали про биткоин раньше, понравилась ли бы вам сеть платежей, которая не может передавать существующие у вас средства? То есть, ну, он об этом дальше расскажет, что, например, в какой-нибудь, допустим, Рождество, все, ты ничего не купишь, все платежи стоят, короче, ты никак, все, никакие деньги не перечисляются, биткоины никуда не приходят, потому что вся сеть стоит полностью. Потому что, имеет непредсказуемые комиссии за переводы, которые быстро растут. То есть, опять же, там вся вот эта игра с биткоинами, она из-за переводов может, как только ты переводишь, у тебя может быть какая-то комиссия, она может увеличиться вдруг, случайно. Вот, да. Позволяет покупателям отменять платежи после выхода из магазина простым нажатием кнопки. Страдает невыполненными и нестабильными платежами. Контролируется Китаем, опять же, в которой компании и люди, участвующие в ее развитии, находятся в фазе гражданской войны. И он тут дальше рассказывает, почему, собственно, в чем прикол. Вот он рассказывает немножко про вот эти блоки, которые, я так понимаю, это вообще основополагающая хрень в биткоинах. Цепочка блоков. То есть, когда проходят транзакции, вот емкость данных, именно, она должна там не превышать там 700 килобайт. Вот, что-то такое, типа того. И как только она начинает превышать, все, пакет практически застревает и стакается. И раньше показывали, что все было нормально в общей сети биткоинов. И пакеты как бы не забивались. Но с каждым днем все больше и больше транзакций. И я не говорю про то, что он дальше рассказывает, начинаются дидос-атаки очень больших пакетов или маленьких пакетов вот охреначат. И из-за таких дидос-атак, короче, просто жесть начинается. И вся сеть ее колбасит по-всякому. Очень большие очереди. Чем больше очереди, тем больше комиссия. Да, соответственно. И там комиссия, ну, как бы она не будет, конечно, превышать сам размер транзакций. Но будет просто бред. Вы можете здесь посмотреть на таблицах. Total fee, size и так далее. Ну, в общем. Причем стремительно растет. Надо заметить, что быстро все это растет. И как бы сейчас люди, которые с биткоинами, я не представляю, как они и что. Ну, естественно, он рассказывает про Китай. Еще из-за того, что, видишь, здесь влияют именно физические, то есть, допустим, скорость интернета влияет. А из-за того, что в Китае огромное количество, так скажем, майнеров и вот этих охрененных бас с майнерами, да? А передача из Китая в остальной мир, она затруднена фаерволом китайским. И там он приводит пример, что практически весь Китай с остальным миром практически не по Wi-Fi, а практически на три грехи вот так вот обменивается. Плохо. Да, то есть, поэтому это очень все хреново. И ему это очень сильно не нравится. И потом он дальше рассказывает немножко, как он работал с чуваками из Bitcoin Core. И рассказывает, что раньше был чувак, который сильный, практически энтузиаст от этого биткоина. И он отдал бразды правления чуваку, крутому менеджеру, эффективному. Но этот чувак практически сам не хотел управлять, но ему это было сильно, типа, неинтересно. Просто что-то он ему отдал, все, типа, управляет. Ты крутой, ты можешь. Но тому было неинтересно. И при том, что ему было неинтересно, он еще набрал с собой несколько программеров, которые там, типа, крутились, каких-то своих там друзей, знакомых, которым это тоже было неинтересно. И они похерили всю, короче, вот эту сеть биткоина тем, что они, во-первых, начали, типа, «Ну, нам кажется, биткоин это уже не так круто». Они сами начали писать статьи и вкидывать. Саботаж. Да, они начали, им самим уже это как будто не нравилось. И как бы чувак сразу от этого свалил, потому что, ну, вообще дерьмо. Мне это, типа, не нравится, чуваки не на энтузиазме. Даже если пофигу, что мы видим, что биткоин, возможно, там падает в цене или в чем-то. Ну, это просто проваливается, как в цене. Да, да, да. Поэтому все равно надо было как-то что-то делать. Тем более, это программеры, которые таким владеют досвидосом. И они еще в какой-то момент поняли, что, оказывается, не надо скейлить, короче, биткоины. Оказывается, то, что мы начали децентрализовывать биткоин, стало плохо из-за вот этих вот транзакций, блоков, из-за того, что все в Китае полилось, короче. В общем, там, короче, жесть просто почитать, это охрененно интересно. Это вот какая-то матрица, там к концу уже сильно панел начинается. Ну, я буду пытаться думать, что чуваки начали это все сливать, когда поняли, что просто не вывезут. И они как-то от этого абстрагировались, и, может быть, они на пике слили свои биткоины еще в тот момент, когда еще было мало транзакций и умыли руки. Ну, то есть, тут такое. Ну, да, ну вот он дальше все-таки в конце пишет, что не все потеряно. И есть типа форки, вот именно того биткоина, который был. Форки, биткоин классик, биткоин unlimited. Вот в конце он рассказывает. Пока они столкнулись с теми же проблемами, что и... Пока, наоборот, столкнулись. Да, они столкнулись, да. Из-за того, что они все еще на энтузиазме, возможно, не будут выходы из этих... Ну, на самом деле, вообще, я как человек довольно-таки далекий от экономики. Мне кажется, что это все абсолютно не имеет под собой никакого основания. И когда ты не подкрепляешь свою валюту ничем физическим... Хотя здесь физически это подкрепляется мощностями компьютерными, которые это майнят. То есть, ты же не из воздуха, ты тоже берешь, ты там гигафлопсы свои, так скажем, вкладываешь в это, размещаешь, как в акции. Ну, это такое, это очень абстрактные вещи. Напишите в комментариях, может быть, кроме этой статьи, что-то следует еще прочитать нашим зрителям и слушателям, которые прям сильно интересуются. Причем, что-то я хотел еще сказать про биткоин. А, так вот, я хочу тем, кто не интересуется, их предостеречь и сказать, что нафиг не покупайте никакие майнеры, это все хрень. Потому что это не то, что даже пирамида или что-то, вы просто не отобьете даже, мне кажется, сам майнер по бабкам. Да, да, собственно, которые на Алиэкспрессе тоже часто заказывают, типа, USB-майнеры, которые там круто решают алгоритмы, увеличивают производительность майнинга. Это все фуфлыга. Да и, в принципе, лучше в том, в чем не разбираетесь, лучше в этом не участвовать. Ну, то есть, кто-то сейчас скажет, да я разберусь, да я... Тогда лучше сначала разобраться или хотя бы на чужом примере, или почитать вот такие статьи опять же. Да, или послушать наш подкаст. Да, и немножко еще про биткоин и последняя статья в блоке бизнес. Мы скачем из Китая в Россию туда-обратно. Прямо пляшем, да. Да, и сейчас опять в России. Да. Из Китая, которая контролирует все биткоины. Так вот, в России предлагают ввести уголовную ответственность за использование биткоин. Это, в принципе, еще одно... Ну, как бы тут... Сомневаюсь, конечно, но, тем не менее, еще одна причина, почему не надо, в принципе, этим увлекаться. Некий... Некий глава Следственного комитета, между прочим, Александр Бастрыкин, сказал, что в стране могут ввести уголовную ответственность за выпуск и оборот денежных суррогатов. А это денежные суррогаты. Это как бы Брюс Уиллис. Короче, он пишет, что, во-первых, биткоины, как минимум, они позволяют анонимно финансировать, допустим, такие террористические организации. Покупать оружие, наркотики, уклоняться от уплаты налогов и так далее, что, в принципе, противоречит законам РФ. Но еще его немножко подбешивает, что сейчас доля вот этих денежных суррогатов в РФ достигает уже около 1% от ВВП. И вот как только 10% станет, что, в принципе, я сомневаюсь, конечно, что будет, да, так? Но, допустим, процент увеличится, и тогда, по его словам, данный инструмент будет представлять реальную угрозу финансовой стабильности государства. И тогда точно уже все запретят нахрен. Я предвижу, что скажут хейтеры, что нас, как обычно, не могут разобраться, запрещают и все. А как можно разобраться, если уже реально конкретная группа людей контролирует эмиссию? Причем даже не потому, что они сидят и контролируют всех людей, которые этим занимаются, а потому что просто у них настолько гигантский объем в этом всем, 95%, да, что они могут просто взять, все слить и обесценить ее за секунду. Ну или наоборот, то есть это вопрос просто. Купить все наркотики. Ну как вот на Форексе, если есть крупные игроки, ты хоть сколько ты там выдумываешь, прогнозируешь и так далее. Если тебя захотят слить, тебя просто на понижении поймают там, ну и так далее. Короче, это смешно. Так, ну сейчас у нас после такого разработка. Да, и причем такая тоже зубодробительная разработка. Мы неделю назад, когда обсуждали CSS... Что же мы обсуждали-то? Мы эти... Си... Специфичность. Си... Специфичность мы обсуждали. Мы пообещали разобрать подробную статью про Z-индекс, потому что это тоже довольно-таки спорная хреновина. У меня не спорная, а в ней есть несколько подводных камней. Так-то там тоже ничего спорного. Как и про специфичность. Комментарии разделились, так скажем, на две группы. Первая из них составляла 80%. Вау, круто, давайте еще. То есть будем давать еще. Будем про разработку такие крупные новости разбирать. Да это даже не новости, а крупные, так скажем, блоки информации. Это, знаешь, реинкарнация наших видосов обучающих, которые когда-то выходили по четвергам. Я надеюсь, еще будут выходить второй сезон не за горами. Так вот. Это их реинкарнация в подкасте, потому что здесь мы тоже достаточно долго это тратим. Так ты как Шерлока снимаешь раз в два года там. Одну серию. Ну, практически, да. Это будет рождественский спеши. Я тоже должен как Мариарти у Водопадова так подтанцовывать. Я не забываю о наших слушателях, хотя и о зрителях тоже. Я сейчас здесь ручки на перекрестке пытался делать. Так вот. Эй, блин, я даже забыл, почему я это длинная новость. Ой, новость. Потому что это именно коронация, мы теперь тоже немножко про разработку углубляемся. Да, а, комментарии разделить. Первый из них стали, вау, круто, процентов 80. А процентов 20 мест стали, вау, круто, но типа мы еще уже давно это знаем. И как бы, ну ладно, мы знаем, но хрен с ним, давайте все будем слушать. Это, короче, всем понравилось. Ни одного не было человека, фу, вы что за нудство, говно, хочу про космос. Про ракеты давай. Да, там, или про роемру, давайте больше новостей сроем. Вот таких как-то что-то не было. Но все равно, мы, тем не менее, неумолимы. Так вот, про Z-Index. Я откопал довольно-таки старую статью на webdesign.tutsplus.com. Так. 9 декабря 2013 года. То есть, в принципе, статье уже 2 года и 1 месяц. Но это для всех тех, кто просто писал бы, длил Z-Index 9999 и ничего не понимал. Да, да. То есть, для тех, кто слушает и не понимает, как шкалота. Так вот, прежде чем мы будем разбираться с Z-Index, нам нужно понять, в принципе, что такое стейкинг-контекст. Как стакаются элементы внутри document flow, внутри HTML дом-дерево. И мы должны, в принципе, знать, что CSS нам предлагает 3 схемы позиционирования, которые, так скажем, друг от друга не зависят, но друг с другом соприкасаются. Обычный normal document flow, когда все контейнеры отображаются в том порядке, в котором они появляются в элементном дереве, в доме. Второе, flow-а ты. То есть, когда мы, в принципе, делаем float, и вообще, я читал изначально, там, в бородатых годах, в 2009-2010 году про float, там рассказывалось о том, что, типа, ты вырываешь элемент из нормального, так скажем, document flow, из потока документа, и он у тебя повисает где-то вот в том месте, в котором повисает, так скажем. То есть, дело даже не в том, что он повисает, в том смысле, что он вверх страницы улетает, а он повисает именно с точки зрения, так скажем, оси Z, грубо говоря. То есть, если вспомнить Google и Material Design, то вот каждый элемент, он лежит. Как по-английски здесь сказано sits. Я очень люблю это выражение, что в английском языке то, что, грубо говоря, лежит сверху другого, считается, что она сидит, sits. Так вот, вот по дефолту, normal document flow, это когда элементы лежат друг на друге просто как стопочка листов, как стопочка материи. А float, это материя приподнятая над этим всем. То есть, она может находиться там же, грубо говоря, где и была, но она не лежит уже, а висит над. Ее можно уже двигать туда-сюда. И позиционирование absolute positioning. То есть, грубо говоря, когда ты уже прям вообще вырываешь не только наверх, а ты можешь этот же элемент еще и в левый верхний угол куда-нибудь запихнуть, запихнуть. И если, грубо говоря, у вас лежит дощечка на столе в normal document flow, когда ты сделал flow, ты ее приподнял. Когда ты сделал абсолютное позиционирование, ты ее приподнял и на угол еще подвесил из стола. Так вот, короче говоря, для того, чтобы двигать абсолютно позиционирование... Да, начнем с того, что Z-index работает только для абсолютно позиционированных элементов. Точнее, для тех, у которых position не равен статику, то есть дефолтными. У кого position fixed, absolute или relative. Так. Для других Z-index не работает вообще. Начнем с этого. А закончим тем, что чтобы нам внутри вот этого позиционирования двигать их по осям X и Y, мы используем свойства top left bottom right. То есть там топ 0 пикселей, bottom 60 пикселей, и у вас будет 60 пикселей отступ. Это как бы отступ от чего-то. Да, да. Это по X и по Y. А чтобы двигать их вверх-вниз, чтобы один находился над другим и там перекрывал, мы можем использовать Z-index. То есть он будет либо приподнимать наверх и перекрывать какой-то другой элемент, либо как-то наоборот. То есть это можно посмотреть здесь по картинкам. То есть, грубо говоря, вот Z-index basics, здесь X по осям absciss, Y по осям ординат. И Z, он здесь в данном случае по диагонали, но нам просто показывает, что один квадратик перекрывает другой физически. Это и есть движение по оси Z. У Z-index может быть несколько значений. Первое это auto, это дефолтное. Второе это integer, то есть любое числовое значение. Причем число может быть и вещественным, не обязательно натуральным. То есть 0 и минус 1 тоже работают. Знаешь, как я всегда и в ВУЗе, и в школе запоминал, меня учили, как натуральные числа отличать от вещественных и целых. Натуральное это то, что можно физически посчитать в табуретках и в коровах. Не бывает же минус 1 табуре? Ну да. Вот значит, минус 1 это ненатуральное число. Так вот здесь можно любое целое число, хотя может быть и вещественное можно, может быть 5 с половиной можно, я не пробовал. Не имеет никакого значения. Тип integer. Хотя тип integer это целое число, это как раз не вещественное, так что туплю. И inherit, естественно, унаследовать от родителя Z-index, но inherit, насколько я помню, вот например для бордера появилось там, ну не в самых первых браузерах, в общем это практически эксперименталка. Так вот, и если два элемента находятся ровно в одном месте по осям X и Y, элемент с более высоким Z-index находится выше него. Это в принципе понятно. Но здесь есть несколько вопросов, здесь они вот точечками выделены, я о наших слушателях не забываю, поэтому прочитаю эти вопросы. Так. Какой же элемент находится сверху, если Z-indexный элемент перекрывает тот, который просто в Normal Document Flow находится? Угу. Ну то есть здесь достаточно очевидно, что Z-index вы выше, но не всегда. Об этом мы посмотрим чуть дальше. Какой находится сверху, если один позиционированный, а другой флотный? То есть тут важен еще порядок. Они вроде оба вырваны из Normal Document Flow, но непонятно какой у них приоритет. То есть как бы то, что у тех, у которых у обоих есть Z-index, если есть там 50, а 100, то очевидно, что тот 100, у которого 100 будет выше, и тот тоже не факт. То есть здесь прям как раз об этом третий пункт, а что будет, если позиционирование элемента вложены как дочерние внутрь других позиционирований? Угу. Нам тоже будет тонко. Так вот, здесь, естественно, нам показано на примере картинки, вот есть Document Root, два стекинг-контекста внутри них по родительским элементам, и вот какой порядок. Есть HTML, есть Head, есть Body, в них Дивы внутри и так далее. Так вот, стекинг-ордер, пролистывая, Никита, до картинки, которая 7 под пеней. Под цветом. Ух ты, блин, мне, кстати, по радуге практически. Хотя нет, тут два синих, ладно, не важно. Самый нижний слой рендеринга — это Background и Border. Они прям вообще в самом низу находятся. Ну это естественно, да. Да, это и естественно. Когда мы будем разбирать еще одну тонкость, есть еще такие свойства, как Opacity, Transformer, которые тоже элемент передвигают в самый низ. Угу. Так вот, Background и Border. Второе — это негативный Z-Index. Мало кто знает, но можно присвоить Z-Index в минус 10. И тогда такой элемент, хоть у него и абсолютное позиционирование, он окажется даже под обычным Document Flow, под любым дивом, у которого даже Position Relative не указан. Угу. Элементы с негативным Z-Index опустятся даже и под него. Так. Я не знаю практическое применение какое. Ну хотя нет, знаю. Например, мы должны сделать висячий хедер. Угу. Но нужно сделать, чтобы при скроллинге он заходил под основной контент, например. Угу. Какое-то такое дизайнерское UX-решение там. Какое-нибудь... Представляешь, я сейчас даже вот сам на ходу придумал, мне прям понравилось. Вот ты баннер делаешь, но баннер не навязчивый. Ты когда скролишь, он хопа под контент уходит. Вау. Ага. Прикольно. Так вот. После этого идет блок Level Boxes, то есть дефолтные дивы, у которых не указано никаких позиционирований и флоатов. Потом идут флоаты. Угу. Потом идут Inline Boxes. Inline-овые элементы. Что такое inline-овые элементы? Non-position. Видимо, те, которые внутри флоата находятся дочерние. Угу. То есть это и очевидно. Если ты внутри флоата сделал дочерний, то он находится поверх этого флоата. Потом те элементы, у которых зад индекс 0, то есть любое позиционирование, хоть абсолют, хоть фиксит, они выше любых флоатах по дефолту. Угу. И потом идут позитивный зад индекс, то есть у кого 100, 999 и так далее. 7 стэковых правил. Если вы нас слушаете в метро, на работе, пока спите и так далее, потом включите подкаст на ютюбе и посмотрите картинку. Или просто в описании перейдите по ссылке. Угу. Так вот. И на самом деле, грубо говоря, большинство из них вытекают друг из друга. Ну, то есть логически понятные, кроме Negative Z Index. Здесь как бы не очень было понятно. Угу. Вот он говорит, давайте типа разберемся теперь вместе. Вот пример, HTML. Есть div class 1, у него два дочерних, 2 и 3. Есть 4, который sibling, то есть родственник у Ана. Так. У них у всех одинаковая ширина, это квадраты с внутренними отступами. У них у всех позицион абсолют. У Ана Z Index 10, у его дочерних 100 и 150, а у 4 50. Простая логика нам подсказывает, что будет сначала первый, потом четвертый, потом второй, потом третий. Просто по увеличению Z Index. По идее, да. Но почему-то... Да. Z Index 50 в форме все равно будет выше, чем первый, второй и третий. Почему? А потому, что мы пилоты, во-первых, небо, наш родильный дом. Ну так вот, потому что дочерние элементы, они привязаны к Z Index у родителя. Ага. А у родителя Z Index 10. И у дочерних Z Index не 100 становится, а 10.100. То есть, как вот в CSS специфичности. У нас было несколько порядков. Понятно. Вложены как бы. Да. Здесь вложены Z Index. И, грубо говоря, дочерние элементы по числу Z Index в ОМУ конкурируют только друг с другом. Но никак не с теми, которые находятся... Ну, грубо говоря, вот есть у тебя папка. Угу. И вот папке твоему 35 лет. Так. Можно, да? Ну да, можно. Сколько? Ну, допустим, тебе 15-10 лет, да? Угу. А у папки есть брат, которому 40 лет. Вот его брат по-любому круче тебя, потому что его брат круче, чем твой папка. Отлично. Ну, мне, кстати, было и сразу понятно, когда ты 10-100 сказал. Это уже прикольно. Ну, я вот сейчас на молодую аудиторию эндируюсь, которая к нам приходит про биткоины. Про папки и про мамок. Как драть их. Вот, в общем, такой конклужен, что не все так очевидно с Z Index. Угу. Кроме вот этого опуса на Web Design Toots Plus, я хотел бы еще остановиться на... Филипп Волтон, написав еще одну статью. What no one told you about Z Index. Так. От 15-13-го года. Еще, кстати, раньше статья была написана, чем вот та. И он говорит, есть такая проблема. Вот, допустим, у тебя три квадрата, Red, Green, Blue. У них у всех позиция абсолютно. И у Red, ты делаешь Z Index 1. Он находится превыше всех остальных. Сейчас я сделаю перезапуск страницы, то мне тут ColdPen почему-то не показал. У меня, да, у меня превыше всех остальных. О, то есть, Red сначала самая высокая, а потом Green Blue, соответственно, Blue выше, чем Green, потому что он находится дальше. Угу. Взять и сделать Opacity 0.99. Опа. Ну, то есть 99%. И это то, о чем я говорил в самом начале предыдущей статьи, что свойства Opacity, оно дропает ваш элемент в самый низ. Потому что оно уже практически к бэкграунду приравнивается, что если элемент уже чуть-чуть прозрачный, то он же внизу уходит в самый и все. И нужно уже, чтобы он конкурировал только с теми, которые на бэкграундах с помощью Z Index. И он уже, повылечивая его Z Index, вы делаете его конкурентным только среди тех, у кого такой же Opacity, который внизу находится. Поэтому, я, кстати, с этим столкнулся, когда делал одну из версий шаблона для своего сайта в описании.ру. Я хотел, чтобы у меня хедер был чуть-чуть прозрачный. Вот мне пришлось, любое дерьмо, которого я хотел, чтобы было выше, чем этот хедер, тоже сделать чуть-чуть прозрачным. Как раз, чтобы они провалились еще ниже, чем тот. Но это такое еще знать надо, как бы это ход. Да, то есть, я потому здесь это и упомянул, потому что я просто помню, что я с этим работал. Ну и просто потому, что в одной из этих статей я читал ссылки. А если хотите еще вот прикольчиков, то вот почитайте это, то-то и вот это. Прикольно. Ну, короче, подводя итог, нам нужно с вами знать, во-первых, что Z-Index работает только для элементов, у которых Position не равен статику. То есть, либо Absolute, либо Fixed, либо Relative. И вот эту картинку с семью, так скажем, Stacking Order, порядок, как что на что накладывается. Что сначала Background, Border, Opacity и прочее говно. Кстати, здесь о прочем говне. В этой же статье будет написано, какие еще свойства. Я наизусть, к сожалению, не заучил, поэтому не помню. Где-то он пишет, кроме этого еще трансформы и так далее. То есть, в момент анимации тоже там вниз все падает и так далее. Это на практике. Посмотрите, вот эту картинку с семью штуками надо знать. Background, негативный Z-Index, нормальный поток документа, потом флоты, потом дочерний его флотов, потом Z-Index 0 и позитивный Z-Index. И позитивный Z-Index тоже у него есть несколько, так скажем, степеней по вложенности. Если ты внутри родителя, то выше этого родителя ты не прыгнешь, так скажем. Так. Так что вот. После этого у нас еще одна статья из рубрики разработки. Перевод с Хабра-Хабра. Полстэк разработчик это миф. Опа. Тут на самом деле я буквально вот очень вкратце, неинтересно. Суть в том, что не бывает нормальных флстэк разработчиков. А если они и бывают, то их уже давно разобрали крупные, крутые компании. И писать у себя в резюме, что ты флстэк разработчик, это только людей смешит. Ну, причем надо сказать, что флстэк разработчик это чуваки, которые пишут и фронтенд, и бэкэнд. Ну, да. Очевидно, что вот так в повседневности флстэк разработчиками просто написают... Написают. Нажимают. Фу, нахрен. Называют чуваков, которые владеют джаваскриптом и на фронтенде, и на бэкэнде. Ну, если ты джаваскрипт флстэк разработчик. Так. Если ты руби флстэк разработчик, то ты и на руби пишешь, и знаешь шаблонизаторы, типа Хамл или Слим. Можешь и на фронтенде что-то поправить, так скажем. Добавить какую-нибудь анимашку для той формы, которую ты сам же обрабатываешь на бэкэнде. То есть, грубо говоря, более или менее универсальные чуваки. Так. Но реально хорошие универсальные чуваки уже заняты, а те, которые просто думают, что они чуть-чуть знают, лучше бы они на чем-то одном сконцентрировались и все. Здесь еще высмеиваются другие эпитеты, типа джедай, джаваскрипт джедай, супергерой, ниндзя. Кроме этого есть еще гений. Ну и тут, на самом деле, показан вообще весь стэк, который должен знать. А я помню о наших слушателях, поэтому вкратце упомяну. Первое – это хардвара, то есть, в принципе, надо знать железо. Именно как, допустим, построены рейд-массивы из SSD или из жестких дисков, чтобы понимать, как они будут обмениваться данными, и это выгодно использовать в алгоритме. Знать операционки, Linux, macOS, Windows Server, CoreOS. Виртуализацию, Xen, VMware, KVM, VirtualBox, контейнерную, я еще могу здесь добавить виртуализацию, типа докера. Так. Знать хостинги. А, здесь есть контейнер, простите. SmartApe. Да. Скиллинг нужно знать, как сбалансировать нагрузки, CDN-ки и так далее. Менеджеры пакетов, apt, rvm, brew, именно те менеджеры пакетов, которые для операционных. Потом есть много разных других, типа фронт-эндовых, там, Bauer, NPM. Короче, знать надо охренеть делать. Короче, вообще так-то вот, чтобы быть, прям называться FullStack Ninja, надо знать вообще все. Веб-серверы, базы данных, поиски, именно отдельные движки поисковые, менеджер конфигов для того, чтобы быстро что-то разрабатывать, шеф-папет-компоузер. Это, понимаешь, это вот когда ты, короче, в чем-то одном вообще мастер, но до этого ты попробовал все остальное. Но ты вот прям питон-гений. Да, но ты можешь и на Java, и на Swift, и на PHP, и на Go, да? Ну, согласен, это очень странно и очень сложно. А при этом ты еще в инлюстраторе и в фотошопе можешь трендовые эффекты и с бородой сидишь. Да. С двумя бородами сидишь. С первой, которая вылизано, на половину. А второй, которая не мытая, ни хрена. Да, второй, которая не мытая, потому что у тебя уже папет, шеф, вейгрант и докер. Да, да, да. В общем, это такое. И, грубо говоря, ну, я просто прочитаю финальный абзац. Угу. Фуллстек-разработчик – это миф. Не потому, что таких людей нет, а потому, что такое определение не имеет смысла. Нет никакой разницы между этой формулировкой и Coding Ninja или Rockstar. Но про последний все хотя бы понимают, что такие названия не имеют отношения к конкретному набору мнений. Это просто типа «я крутой, я хорошо разбираюсь». Ну, и нужно вообще фуллстек-разработчик воспринимать просто типа «я выпендриваюсь, я крутой». И еще последний абзац, самый последний. Угу. Вы ищите на все руки мастера, специалисты по интеграции, специалисты по производительности, того, кто может быстро изучать новые технологии приема и разработки, или вы ищите того, кто является экспертом во всех перечисленных областях. У меня для вас плохие новости. Посмотрите на картинку еще раз, она далеко не полная. То есть, грубо говоря, или таких человек реально 10 штук в мире, и они уже в гугле работают, в гугле, кстати, PHP нужен. Либо они уже, либо таких просто не существует. Ну и просто зачем вам человек, который обладает всеми эти качествами? Просто смысла нет иметь такого специалиста, он просто сядет и запьет у вас на работе. Вы наносите чувака, который хорошая рабочая лошадка, допустим, на PHP. Нет смысла держать чувака, который может в иллюстраторе и может... Да, и хорошего менеджера проекта, который этими хорошими лошадками будет управлять. Ну отлично, давай дальше, что там? У нас еще одна из разработки, статья. Да, 10 лет исполнилось веб-инспектор. Прям можно бухать? Да, 16-го, ну как бы мы немножечко опоздали, это в принципе мы уже... Уже January 16-го? Да, в прошлом подкасте еще могли об этом обсуждать. Тут причем красивая типа тайм-лента, так скажем. Да, да, тут круто. Так вот, типа, 10 лет назад мы представили первую версию веб-инспектора в мире. А, точнее, миру. Угу. Я не знаю насчет, были ли веб-инспекторы 10 лет назад в других браузерах, но Chrome тогда еще точно не было. Я посмотрел, как в E6 выглядит инспектор элементов. Я думаю, там его вообще нет, не было. Ну вот в этом-то и прикол, там вообще. Если ты его откроешь, мне кажется, у тебя вся система умрет сразу. Да, так вот, и они пишут, что это были темные времена веб-девелопинге. Единственное, чем мы могли дебажить, это alert. Отлично. Даже в первых версиях веб-инспектора даже консоли не было, то есть дебажили все равно alert. Угу. Ну и типа, в принципе, первый веб-инспектор только лишь показывал связь HTML и CSS. Ты мог смотреть, как выглядит дом-дерево и какие стили к нему относятся. Сейчас, секунду. Так, отлично. Проскролим. Это было 7 января 2013, просто Apple сказал, что есть Safari. Потом Safari не вышел 23 июня, 23, она даб-даб-диси, 2003. Угу. Потом в 2005, то есть даже не по одному Safari в версии, в смысле в год, как сейчас. Это сейчас тоже мы с тобой пару недель назад обсуждали Safari 9.1. Ну, тут, кстати, об этом будет дальше. Угу. Потом веб-кит open-source 0.1. И вот веб-инспектор в 2006 только начался. Угу. Здесь есть, кстати, скрин, вот посмотри, 16-й, такой черненький. Угу. И он, блин, даже нравится, он какой-то прям литой, прикольный. Он как Винамп выглядит. Да, согласен. Во-первых, выглядит как Винамп, наверное, потому он не нравится. А во-вторых, реально, только дом-дерево и стиль внизу, все. Больше ничего. Прикольно. Потом представили Дроссеру. Причем Дроссеру, она уже очень сильно по-маковски выглядит. Да, ну там пилюлики, таблетки-пилюльки, которые хочется лизнуть. Уже тогда можно было функции, так скажем, профилировать. Хотя это, конечно, еще не профайлинг в том виде, в котором мы его представили уже позже. Но да, можно было смотреть JavaScript в приложении. Так. Он называется Дроссера в честь самого большого растения, которое жрет баги, грубо говоря. Прикольно. Как бы жуков, насекомых. И поэтому оно помогает отлавливать баги. Я, кажется, смотрел то ли мухоловка она по-русски называется, то ли что-то еще. Там какая-то рассянка. А, да, рассянка. Ну, мухоловка, она тут же относится, во-первых, к домен эукариоты, хотелось бы нахожусь. И класс двудольный, порядок гвоздично-цветный. Угу. Ладно, не будем углубляться в ботанику. И будем дальше смотреть. А вот смотри, 20 июня 2007 года новая версия для Safari 3. Там что-то уже показывают размеры файлов, которые подгружаются. Да, там уже прям лента загрузки, сколько там по миллисекундам. И она вот внизу, общий transfer size, выглядит как в iTunes'е этот. Сколько ты на iPhone себе чего закинул, столько, типа, процентов занимают разный тип контента на странице. Или знаешь, как выглядит еще, как, короче, когда надо диск дефрагментировать на винде. Да, да, похоже. Ну, короче говоря, вот эта панель network здесь появилась в 2007. Сейчас, ну-ка, подожди, я сейчас прям загуглю, когда появился Google Chrome. Мне хочется просто говорить, что а хром-то еще там рядом не валялся, там туда-сюда. Он еще под стол пешком ходил без всякого инспектора элемента. Да, если даже еще и вспомнить, что они WebKit изначально форкнули. То есть они из него и вы выродились. В 2008, да, действительно, хром тогда еще не валялся. Так, сейчас я дойду назад до этой новости. Ну, прикольно, да, так. Вот, потом там его редизайнили немного, бла-бла-бла, бла-бла-бла, там вон по кусочкам, как подскрипты, как выполнялись, в какие секунды. В принципе, все круто. Это было уже в пятом Safari. То есть, в принципе, раньше Safari, до того, как Chrome начал форсить веб-технологии, Safari достаточно неплохо развивался и было все очень прикольно. Ну, и сейчас они, мне кажется, к этому, к этой годовщине они опять начали активничать. То есть мы прям поговорили о том, что они вот с 2015 года много всего добавляют. В Safari 9 один бетом добавили, ну, как минимум, псевдоэлементы. То есть авторы before. Ну, я тебе рассказывал, показывал в этом подкасте. Да и не только тебе, а нашим слушателям и зрителям. И, кроме этого, добавили, так, где сказано, профилирование кода 24 августа 2015 года. Можно смотреть типы данных в JavaScript, видеть, как они поэтапно выполняются, какой кейс сработал и так далее. Ну, короче, блин, реально круто. Так что вот, с днем рождения веб-кит. И здесь к нам обычно говорят, типа, а вы можете вообще-то пользоваться и на этой версии. Она тоже, она обновляется чуть ли не каждый день. Я вот пользовал одно время Nightly версию, но она, блин, ресурсов много жрет. Она настолько важна, что иногда возьмешь, сидишь, ничего не происходит, хоп, она 100% процца отжирает. Просто непонятно под что. Она, может быть, биткоины начинает майнить. Слушай, а Nightly версия, она обновляется сразу, как только она обновилась? Это же суперсвежак. Да, это суперсвежак. И каждый день ты открываешь компьютер, тебя приветствуют. Обновите сборку своего веб-кит Nightly туда-сюда. То есть там прям реально они следят. Круто, круто. Так, переходим к следующему разделу, который у нас называется, случайно, не соцки. Он. Да, соцки. Здесь новость первая, она мостик. Она мостик. Она браузеров к соцкам непосредственно. Согласен, да. Первая мостик, опять же, про Chrome, что Chrome станет на 25% быстрее новости. Ух ты. Короче, прошла новость на Google, собственно, на Google+, от Ильи Григорика, который написал пост о том, что команда Google Chrome сделала новый алгоритм, известный как Brotley. Он разработан на замену существующей системе Zopfli. Как тебе такое? Ты знал, что Zopfli, вот вообще, алгоритм? Нет. Нет, не знал. Так вот, этот алгоритм, это алгоритм компрессии файлов. То есть, браузер скачивает файлы и как-то их компрессит, ужимает веб-страницы, и вот он будет еще... Причем на клиенте, что ли? Да, на клиенте. И он будет ужимать еще больше, на 25%, чем сейчас. Так. Вот. Google утверждает, что алгоритм использует новый формат данных, благодаря чему удается снизить вес HTML, CSS и JavaScript на 17-25% в сравнении с Zopfli. Ну, такая коротенькая, небольшая статья. Я так и не понял, когда, собственно, введут. То есть, уже можно ждать прям, что в следующем, возможно, в следующей сборке хрома уже, а может быть, уже на Nightly билдах? Может быть. Я сейчас смотрю пост на Google+, собираются, собираются. Во-первых, работает только на HTTPS. Для тех, кто все еще не подключил себе сертификат, у нас на YouTube дизайне есть. То есть, у нас будет летать вообще? Скорее всего. Причем, оно реально даже круче GZip. GZip – это хреновина, которая на сервере работает, но браузеры понимают GZip-нутые файлы, и, грубо говоря, они приходят реально сжатые. Так вот, GZip тоже, ну, как ты сказал, от 17 до 25%, от 17 – это JavaScript, от 25 – это HTML. Ну, то есть, сложнее сжать вот эти сжаты. JavaScript, потому что он уже тоже частенько сжат, поэтому там как бы сжимать нечего. Мы знаем, что алгоритмы текстовые тем лучше сжимают, чем больше повторяющихся элементов там рядом стоящих. А в JavaScript, видимо, не очень много повторяющихся текстовых элементов, поэтому да. Да, ну, в общем, так, будем наблюдать за хромом. Ну, продолжаем дальше. У нас тема «Что меня раздражает в MacBook?». Вот такая следующая тема. Я даже не знаю, давай, мы как бы будем с тобой в форме диалога это, потому что у тебя MacBook, а у меня статья. Хороший, плохой полицейский? Да. Хороший, плохой MacBook. Да, я буду плохим полицейским, ты будешь хорошим. Короче, чувак написал статью, я так понимаю, это перевод все-таки, да? Да, конечно. Да, это перевод чувака, хотя хрен он знает. Мнемоша. Мнемоша. Вообще, судя по всему, не перевод. Не перевод. Нигде нету вот этого ярлычка перевода, внизу нет ссылки. Так вот, еще раз, короче, у чувака бомбануло. Так. Он купил себе Mac, причем до этого пользовался, как ни странно. И Виндой, и Убунтой. Ну, Убунта, опять же, у нас тут красной нитью мостики проходят. Убунта для него была мостиком от Винды к Маку, я так понимаю. Да, да, да. И вот он купил себе MacBook, причем купил себе задорого. Ну, как мы все и знаем, собственно, техника Apple, она стоит дороже, чем, допустим, техника Windows, Microsoft, в смысле. Вот. Поэтому он, у него ожидания были завышены, но он тут получил наоборот, что ожидания его не оправдались абсолютно. И он начал сразу с железа, то есть немножко начнем с железа, пройдемся, а потом дальше к функционалу и т.д. Короче, начал с железа самого MacBook и сказал, что многие клавиши ему кажутся неудобными. А главная его претензия к Apple о том, что они больше гонятся за дизайном в угоду юзабилити. То есть они юзабилити насрали, а главное, чтобы дизайн. И вот лучше вот... Я бы даже сказал, за внешним видом. Да. Потому что, как мы знаем, дизайн это то, как продукт работает. Хорошо, да. И то, как он выглядит. Даже скорее, да, согласен, согласен. То есть скорее за внешним видом, чем за функционалом. Так вот, суть какая? Короче, допустим, на MacBook клавиши, например, его бесит, что нету пейдждауна, пейджапа, хоума, энда, делита. Подожди, нет делита на Mac? Нету делита, который удаляет символ перед курсором. Есть только бэкспейс. А, окей. То есть реально делита нету. Подожди, а чем ты файлы удаляешь? Правой клавишей? Command, бэкспейс. Окей. Да, вот для имитации функционала он напишет, необходимо зажимать комбинацию других клавиш. Ну да, да. Да, стрелочки его бесит, что маленького размера. Он говорит, что в принципе можно поменьше сделать shift правый и сделать побольше стрелочки. Он походу играет в NFS на MacBook. Причем на стрелочках. Причем на стрелочках, да. Не на V, A, S, да. Дальше его также бесит, что маленького размера F1, F12, он, видимо, сильно ими пользуется. Но они как стрелочки. Видимо, у него толстые пальцы, толстяк какой-то пишет. Какой-то толстяк, да. Не можешь, отпишись в комментариях, если ты нас слушаешь, толстяк ты или не толстяк. Да. Его еще бесит, что под мизинцем, под левым, Alt, Control и Fn, собственно, они тоже хрен попадешь, он пишет. Как Борис, хрен попадешь. Да. Да. Вот это немножко про железо конкретно. И вот бесит, что клавиатура на Mac отличный пример того, как Apple ставит дизайн, но опять же, внешний вид, то есть вашего... Просто вот шутка ли, а он пишет, что он теперь их нажимает не мизинцем, а большим пальцем. Я сейчас пробую, я тоже. То есть немножко тебя Apple перестраивает. Меня переучили, да, но я-то уж много лет пользуюсь, но вот я сейчас пробую, и да, и да, так и есть. Дальше он немножко пишет конкретно про ось, и пишет, что ему не нравится работа с окнами в оси. Вот немножко опять же разберем. Он пишет, что если сначала свернули приложение, а потом решили его развернуть через Command Tab, то у вас произойдет не разворачивание этого приложения, а просто фокус сместится. Причем это если на других... Если на других рабочих столах. Его бесит именно виртуализация рабочих столов. Да. Ему как бы нравится, как сделано это на Ubuntu больше всего, но он, видимо, с сильной бородой сидит. Вот, на винде похуже, а на Mac'е прям бесит. Ну, мы с тобой, когда готовились к подкасту, реально проверили. Попробовали, да. Я сейчас не буду это пробовать, но да, так и есть, как он говорит. Да я вот почему-то Alt Tab'ом просто не пользуюсь здесь. Я всегда иду в Dock и жму на иконочку того приложения, как вот... Вот владельцам Mac'ов напишите, чем вы пользуетесь. Может быть, наоборот вас бесит, а может быть, наоборот... Alt Tab'ом, а Command Tab'ом, а, ну... Ну, он пишет, да, Command Tab'ом. Вот, ну, я не знаю, будем ли дальше. Давай еще какое-нибудь прикольное посмотрим из оконной темы. Ну, про кнопку Maximize скажи про зеленый. А, ну да, кнопка везде разная. Кнопка Maximize, видимо, опиха очень крутая у Mac'а. То есть, они-то хотели сделать, чтобы всем круто было, и чуваки написали, как им интереснее сделать их прил. То есть, когда чувак нажимает на разворот на весь экран, то есть, во весь экран именно, Maximize, так называемый, да, окно, весь экран, то в разных прилах он срабатывает по-разному. Потому что чуваки у себя запрограммировали по-другому. Можно развернуться, там, на полэкрана, там. Ну, в общем, как они запрограммируют. А хотя в Индейдов везде работает одинаково. Если ты развернул, то развернул на весь экран, например. Его бесит, что не консистенция, короче. Ну, блин, меня тоже это бесит. Я вот за зеленую кнопку скажу да. Да, то есть... Приходится даже устанавливать какие-то отдельные мне программы, которые будут вот так делать Maximize. Ну, видно, что я его сначала сужаю окно. И потом, чтобы сделать фуллскрин, если я просто нажму на зелененькую, он меня откроет весь сафари как фуллскрин. Главное, чтобы сейчас скринфлоу не вылетел от этих манипуляций. Вот. Если я зажму его с альтом, то будет плюсик, он займет просто все положение по высоте. Но чтобы мне и по ширине растянуть, мне пришлось Spectacle поставить. Ну, в общем, короче... Короче, да, да. Это боль. Дальше у него целый раздел про то, что его бесит, что интерфейс меню-бара, который подстраивается под каждое приложение, которое у вас сейчас в данный момент активно, он сразу становится... Меню-бар, которая вот эта сверху панелька, она становится именно активного приложения. А хочется посмотреть, какое, допустим, сравнить между приложениями. Приходится разворачиваться из активного в другое активное переходить. Его тоже бесит это. Интерфейс меню-бара его бесит. Его бесит Finder, который, я так понимаю, просто нельзя вообще в принципе выпилить, выкилить как процесс. Его, да, даже правой кнопкой нет завершить. То есть его можно только скрыть, все инстансы Finder. То есть если, например, в Windows Explorer его тихо, не видно, не слышно, хотя иногда он возьмет и завершится, и приходится заново его запускать, бывает такое дерьмо. Ну, на десятке, да, будем открыть. Ну, хорошо. Ни разу не было. На десятке не было. Это старый. Это я сейчас, да, это я сейчас по старикам просто, да. Но вот конкретно в Mac'е Finder, он все-таки всегда бесит, и, видимо, его бесит. Естественно, он пишет, что iTunes ужасен, но это, в принципе, все, наверное, пользователи понимают, что iTunes ужасен. Тем более, вот я как пользователь на винде iTunes'а, он ужасен даже не по функционалу, а потому как он с виндой вообще плохо работает. Он просто тормозит как тварь. Просто он и с Mac'ом так же хреново ходит. Я тебе инсайтерскую информацию скажу. Да, то есть, если ты его, не дай бог, выключил, ты его потом хрен включил, короче. Ну, нет, включать он, может, и быстро включается, хотя 100% загрузка будет проца в тот момент, когда пока включается. Синхронизация сделана отвратительно. Все какое-то странное. Хрен поймешь, как перенести, как синхронизировать. Я каждый раз боюсь, что у меня на айфоне все удалится на хрен. Просто вот... iTunes, короче, мы хотим прям Айву сказать, чтобы он, возможно, там как-нибудь подействовал. А как он-то за внешний вид отвечает? Он-то маленький, стрелочки, скоро еще меньше сделать. Я напоминаю, по слухам, мне причем батя всегда слухи про айфоны, рассказывают всякие штуки. По слухам, седьмой айфон будет настолько тонкий, что Айву пришлось убрать гнездо под наушники. Так. И только Bluetooth-наушниками можно будет теперь пользоваться. Охренеть. Но они будут прилагаться, я надеюсь. Ну, базовое говно будет прилагаться, но вот битсы придется именно покупать беспроводные. То есть они немножко рынок наушников переделают, получается. Капитально переделают. Охренеть. Так вот, самое-то главное, нахрена телефон делать еще тоньше? Шестерка уже очень тонкая. Прямо реально. Я когда ее беру... Уже боюсь. Во-первых, она реально выскальзывает без чехла. Как мыло. А чехол кожаный, да, он хотя бы чуть-чуть утолщает, но нормально. А семерку еще... Зачем? Зачем еще... Вот так же, как стрелочки, а зачем их еще меньше-то делать? Их уже... Оно уже на грани неудобства. Просто становится и все. Ну вот, да, Джонни Айв, ты нас слышишь, я надеюсь. Непродуманный интерфейс Spotlight здесь. Spotlight его бесит, но ты так и сказал, что Spotlight реально дерьмо в России работает. Во-первых, да, он в России не работает никакие подсказки, ни поиск на сайтах, ни погода в Купертино, вообще ничего не работает. И в нем реально, то есть работает только поиск по файлам, который хреновый, в нем нельзя ни фильтры настраивать, вообще ничего. То есть, ну... Ну, дальше он пишет про навязывание ненужных приложений. В принципе, в телефоне это тоже видно, хотя раньше они, кстати, допустим, iBooks не навязывали, теперь он сразу предустановлен. Найти мой iPhone не навязывай, найти друзей, сейчас это все предустановлено. А, а iWatch вот это вот приложение, которое манит тебе часы купить. Да, да, манит тебе пойти и купить часы. Да, да, вот. Ладно, это можно в одну папку можно простить. Сгромоздить куда-нибудь. Блин. Ну вот, короче, давай немножко про вывод, то есть его много чего бесит, но он пишет, почему же в принципе MacBook необходимо покупать. Вам действительно необходимо покупать MacBook. Почему? Потому что на нем есть, идет специализированный софт, который на других операционных системах работать не будет. А такого, кстати, до хрена. Особенно музыкального софта очень много. Да и вообще много всякого разного софта. Например, Sketch он здесь приводит. Вот, который есть только на маках. И если вы разрабатываете что-то под Linux или под саму OS X, то есть, допустим, вы разработчик приложения, допустим, под iPhone, вот, обязательно нужно иметь мак. А так вот он пишет, ну, покупайте винду, это более дружелюбно будет для обычного пользователя. Чего вот он не добавил-то? Покупайте виндовый бук и ставьте Ubuntu. Ну, кстати, да, да, кстати, про Ubuntu, ну, видимо, совсем не дружелюбно, там все плохо. Ладно, пойдем дальше, короче. Следующая короткая новость, у нас дальше такие выстреляющие новости. Из Twitter ушло четыре крупных руководителя. Блин, выстрелил прям. Мне прямо жирно, я не увернулся, у меня в самое сердце. Так вот, вчера вечером, а это было вчера, то есть, позавчера, получится, вечером, Джек Дорси подтвердил, что четыре из главных руководителей Twitter покидают компанию. В том числе, на самом деле, там какие-то директор-уборщиц, директор там вот, ну, не вам. Там отдел кадров директор? Ну да, HR, да, engineering, что они там инжинирируюли, интересно? Да, мне кажется, engineering это ключевой чувак, он все продумал. Ну да, продукт и медиа. Вот, представь, президент по продукту, это просто, как бы, как ты позиционируешься, что ты делаешь. Согласен, согласен. Ну, хорошо, директор-уборщик, понимаешь, а с другой стороны, а подбор, ну, как бы, отдел кадров, human resources, подбор кадров будет другой, теперь наберут Node. Ну, по объявлению, да. Да, да, да. Чего, что они твиттер приводят? Ну вот, в анонсе опубликовано в твиттер, Дорси объясняют, что все четверо самостоятельно решили покинуть компанию, а Джек Дорси, собственно, я так понимаю, самый главный чувак из них. Так вот. Я загуглю, пока ты говоришь. Давай, да. Тем временем, ведущий операционный директор Адам Бэйн будет заниматься медиа и HR, то есть, от другого одного чувака поставили на медиа и на HR, технический директор Адам Мессенджер, практически мессенджер, закроет продукт, закроет, ну, не закроет, а в смысле будет, покроет, как кобылу, продукт и инжиниринг. Мне интересно, им что, уже денег не хватает или что? В смысле, что чуваки будут занимать по две должности? Нет, очевидно, что Дорси, а он создатель твиттера, я загуглил, пока ты говорил, у него сменилось видение на проект, реально, то есть, вот все эти слухи про 10 тысяч символов там и так далее, очевидно, что рынок падает, и ему, чтобы расширяться и показывать дальнейшие росты для акционеров, нужно как-то обказуалить твиттер, хотя казалось бы, куда дальше. Ну да. А Костяк не согласен был с этим, они хотели, грубо говоря, продолжать делать свой уютный стартап на рельсах, с которых все и начиналось. Ну да, поэтому поувольняли, короче. Короче, просто их всех сократили за нелояльность компании. И все. Такая вот пулевая новость. на вылет прошла и дошла до сайта New York Times, в котором есть очень старый пост оторвели... Кто какие... Кто оторвел, говоришь? Это Design Check или кто там оторвел? Что я прослушал? Кто оторвел вот эту новость New York Times introduced a website еще в 1996? Web Designer News. А, Web Designer News, да. Они оторвели эту супер старую новость, которая была 10 лет назад, 20 лет назад, когда еще по няняня New York Times писали, что, блин, короче, мы тут сделали свой веб-сайт, заделали, по приколу. Причем, именно веб-сайт World Wide Web мы попали. Да-да, мы попали, ни хрена, сеть оказывается. И, короче, мы немножко так считаем, что, в принципе, это, ну, приоритетное... Ну, не приоритетное, а направление, которое развивается. Ну, интернет... Перспективно. Тут перспективно, прикольно. Можно что-нибудь написать, и кто-то потом зайдет, даже прочитает. Представляете, типа, мгновенный доступ к новостям, которые в газетах, а вы можете, хоп, мгновенно посмотреть. Не надо покупать газету New York Times. Вот. Ну, в общем, очень прикольный такой пост ванильный. Можно вот так ванильный назвать. Вот. Оторыли, посмотрите, поражите. Причем у New York Times такое оформление, как будто они все еще в 1996-м. Не об этом сейчас. Подожди, может, я сейчас на главную зайду, может, там сразу хай-тек, я зашел, там нет... Винтажные шрифты. Нет. Там очень все сухо. Очень маленькие шрифты, надо присматриваться. У тебя поп-ап всплывали? Да, да. Посмотри, бэкграундная хрень на поп-апе, ну да, я помню, да. У меня он даже сам закрылся. Видимо, какое-то время только он показывал. Ну и тут на всю главную Rolex просто. Да, да, у меня тоже Rolex есть, кстати, крестик, можно было его закрыть и хоп, и хоп, и на Rolex. И там тоже Rolex только маленький. Здесь немного казино, это, вулкан. Это вообще-то... Сейчас, смотри, Rolex Mentor and Proteger через Ampercent. Я не могу, блин, что творят? Идем дальше, следующая статья. Кто все эти люди? Новое исследование активной аудитории ВК, ФБ, ТВИ, Инст, ОК, ММ и ЖЖ. ММ это что? Если вам ничего не говорят эти слова, то, в принципе, можете... ММ это мой мир. Ох ты, блин, это существует, что ли, вся вещь? А ЖЖ это живой журнал, лайв журнал. Так вот, короче, здесь, здесь есть очень много прикольных графиков. Мы, в принципе, по ним быстренько прорежимся, поржем, и... и будет интересно, я думаю. Короче, первый график, сразу перейдем к графикам. Здесь написано количество авторов в тысячах именно уникальных чуваков, которые постят уникальный контент. То есть не репостеров? Не репостеров. А который пишет, ну, он меня опять бросил. Он меня опять бросил, да-да-да, и трек прикладывает. И вот таких, таких большинство ВКонтакте, то есть 18 миллионов, это в тысячах, я напоминаю, в графиках тысяч. Мне вот интересно, если 10 человек все напишут, верните мой 2007-й, и предложат разные треки, будет ли это у них? Я считаю, будет, я считаю, будет. Потому что посыл-то вроде один, но согласен. Но у одного сентября горит, у другого убийца плачет. Я думаю, что Брэнд Аналитикс, когда представляли этот отчет, у них алгоритм это определяет как уникальных авторов. Согласен. Ну, причем, что характерно, что характерно, в Инстаграме меньше уникальных авторов. То есть, грубо говоря, фоточки уникальные, постят все-таки меньше. Ты просто представь, Инстаграм это всемирный стартап, а ВКонтакте это сраная социальная сеть для СНГ. Да. Но она уделывает Инстаграм. Уделывает. Фейсбуку, по-моему, стоит задуматься. У которого, между прочим, позиция вообще в жопах. Ну, подожди. И просто, скорее всего, к сожалению, это исследование только по России. И тогда, тогда, конечно, ВКонтакте все-таки рулит. Поэтому, ну да, то есть, сегмент Инстаграма российский, он просто не очень большой. Он просто, мы не будем говорить про весь мир, да, то есть, это российский, конечно, сегмент, ну, много народу постит свои фоточки. Репостов меньше, да, я скажу. Фейсбук. Ты мне одно скажи, почему следующий график сообщений за месяц не по убыванию, так скажем, отсортирован? А почему Твиттер в середине, как пишет? Возможно, не умеют сортировать, в принципе, я в это поверю, да, но, возможно, они просто поставили везде одинаково, да, и поэтому у них там Твиттер. А, ты имеешь в виду, они сохраняют, ну, правда, где аудитория зависит, уже не сохраняют порядок. Ну, в общем, короче, странно. Ну, хотели Твиттер, как письку ставшую. Да, хотели. На Твиттере достаточно много уникальных сообщений. Ну, я не знаю, что про это сказать. Прикольно. Опять ВКонтакте лидирует. 279 миллионов сообщений уникальных. Далее посмотрим про аудиторию, про аудиторию просто, да? Читаю сначала количественным от 12 до 64 лет. Да, количество от 12 до 64 лет, опять же ВКонтакте, 46 миллионов. Одноклассники, но одноклассники, кстати, да, на втором месте, потом Facebook, мой мир, LiveJourm. Заметь, одноклассники на втором месте по аудитории, а по уникальным авторам на четвертом. Я согласен, то есть, видимо, там много такого дерьма, которые все репостят и просто вообще уже в них не парятся. Котики-сиськи. Почему-то у одноклассников звездочка в первых двух графиках стоит, чтобы она не значила. Ага, ну, кстати, да. То есть... А где у аудитории у твиттера звездочка стоит? Ну, окей. ВКонтакте одноклассники очень близки по данным показателям. А, я понял. TNS Web Index ноябрь 2015, то есть, грубо говоря, там указаны источники статистики. Ладно, все, не будем на этом устанавливаться. Перейдем дальше. Короче, аудиторию мы посмотрели, да, опять же, ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Мой мир, Лайв-Журнал, Инстаграм и Твиттер. В Твиттере, то есть, вообще мало народу сидит. Аудитория вообще небольшая. Хотя, уникальных сообщений, как мы увидели, много. Так вот, короче, дальше перейдем, видимо, просто по соцсетям посмотрим, по соцкам. Так. ВКонтакте, ежемесячная аудитория 46 лямов, активных авторов 100 кота, 18 лямов, пол авторов, надо заметить, 56 процентов, лидирующая позиция. В основном, сентябрь горит-то убаб. У баб. 50-60 процентов. Да, ну и в основном, аудитория от 18 до 24 годиков. Причем, там дальше чуть напишут, что все-таки аудитория начинает перетекать в аудиторию 25-34, то есть, сентябрь уже горит. Взрослеют. Да, да, реально. Взрослеют, вот. Здесь, кстати, распределение по региону мне очень нравится. Почему-то Питер больше, чем Москва. Очень странно. Там меланхоличнее пацаны сидят. Ну, видимо, из-за того, что сам бывший чувак, который создал, собственно, ВКонтакте, он из Питера, это как бы у них тренди. А, ну все, согласен, согласен, что-то я тупо... Да, ты... Причем, отсортировано по проценту от населения. Угу. То есть, не количественно, не по количеству. А просто треть Питера на ВК. Да, 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 можно так сказать, а треть Питера на ВК. Я прям горд, хотя не знаю, горд, не горд, но мы на девятом месте. Мы достаточно далеко, у нас 16% всего, и у нас народу не так много. Ну, нет, если по количеству посмотреть, то мы, между прочим, на четвертом месте. На первом Питер, на втором Москва, точнее, по количеству, наоборот, на первом Москва, на втором Питер, потом Татарстан, а потом мы. Потом мы. То есть, у нас авторы. Авторы. Да, да. Да, но процентов населения и так много. Дальше перейдем к Инстаграму. 12 миллионов в России. В Инстаграм данной возрасте авторов отсутствует, к сожалению. Можно было посмотреть, кто там какие сиськи фоткает. Да. Вот. Нас бы закрыли. Ну, опять же. мегамозг бы закрыл. А почему сиськи мы? Потому что 77% девочек. Мне сейчас на секунду показалось, что ни в 100% не совместится. Суммировалось. 146%? Нет, просто смотри, аудитория 12 лямов, активных 10,5. Ну, кстати, да. мало неактивных в Инсте. Мало. Может быть, Инстаграм банит неактивно? Ну, просто там репостить очень сложно. И... Ну, согласен. Там, если не активничать, то что там делать? То что там делать, да? Просто смотреть. Ну, ладно, окей. Просто смотреть, ну да. Вот. Инстаграм распределения по России, по регионам. Опять же, по процентному соотношению Ленинградской области, то есть Питер, рулит. Почти 40% Инсте. Очень много, да. В Москве чуть поменьше, ну, не вообще сильно поменьше в процентном, но народу там побольше авторов. Намного побольше. Так мы, Челябинская область, вообще нигде. Причём Москва без области. Московская область на восьмом ещё месте. А потому что Москва – это не Россия, как обычно. В общем, Челябинска нету даже вообще, даже уральского никак. Заметь, заметь. У Краснодарского края, во-первых, у Ленинградской области 600-66 тысяч. Да. Я просто не удержался. В подкасте 666 об этом поговорим, да. Так вот, Краснодарский край, он, так скажем, на третьем месте после Москвы и Ленинграда. Видимо, все с курорта Краснодарского края сиськи пустят. Согласен, да. Вот, Фейсбук – 27 миллион, активных – 1 миллион, то есть активных не очень много, на самом деле. Я бы даже сказал, мало. Очень мало, да. Девочек, опять же, большинство. И 25-34, и как бы слушать даже ВКонтакте-то, то есть лучше, чем во ВКонтакте, более старая аудитория. Да, самое странное, что если распределять по регионам России, то на втором месте Алтай по плотности фейсбукеров. Охренеть. Вот почему там. У них причем авторов всего 7 тысяч. Да. Но они все фейсбучные. Это прям, на смысле, это большой процент от населения. Да. То есть, ну... Ну, в общем, алтайцы, всем привет. Дальше одноклассники. Магаданская область даже есть на 10-м месте по количеству или по проценту. Это по проценту. Опять же, Челябинск никак вообще. Ни Урал, ни Челябинск никак. Одноклассники. Ну, тут 31 миллион. У нас в России-то много кто пользуется одноклассниками. 31 миллион аудитория, захотевших на сайт хотя бы один раз в месяц. Активных авторов миллион. То есть, в принципе, мало народу. 1,30-я всего авторов. В основном девочки. Причем возраста, скорее всего, 35-44 лет. Вообще нет. Да, в основном, конечно, аудитория 25-34. Хотя казалось бы. Хотя казалось бы. Но 50... Скорее, из этих 25-34, в основном 30-34, наверное. Ну, кстати, да. И 55 и старше достаточно большого количества народу. 55 и старше. По регионам в Одноклассниках рулит... Ты хочешь сказать, еврейская автономная область? По проценту. По проценту. Два процента. Самое главное, я могу сказать, что по процентам Одноклассники это региональная сеть. Авторы в основном сконцентрированы в самой России. А не в столицах вообще. Да, ну тут, опять же, я Челябинская. Вообще не вижу. Не вижу, да. Твиттер. Давай в Твиттер сразу про распределение. Мы уже поняли, что авторов 1-7. И Твиттер это единственная сеть, где мужиков больше авторов, чем баб. Да, мужики почему-то, да, сильно пишут в Твиттер. И в основном, по процентам соотношения Питер. Потом Москва. А потом Новосиб. А потом Новосиб. То есть студенты в основном. Скиденс. Прикольно. Мой мир. Я не знаю, что вообще, надо ли говорить про мой мир. Здесь, опять же, девочки рулят. 16 миллионов. А мой мир это что вообще? Мой мир это Mail.ru. Ох ты, блин. Здесь тоже, причем, достаточно старички сидят 35-44 лет. Причем еще более даже старички, чем в Одноклассниках. Хотя казалось бы. Хотя так бы. А видимо, они заводят почту на Mail.ru. И их, как бы, принудительно заставляют на мой мир. Ну, слушай, я тоже, как бы, у меня получается есть аккаунт. Это сейчас очень смешно. Я вижу, я вижу, да. Да, Челябинская. Как ты играешь? У тебя есть аккаунт. А Челябинская область в процентном соотношении рулит. То есть мы-то в моем мире сильно сидим. Мы даже по количеству на втором месте после Москвы по количеству авторов на Mail.ru. Слушай, так мы подписываем, походу, туда? Пописываем, походу, да. Ну, LiveJournal, ЖЖ-шечка. Очень мало авторов активных. Превалируют мужики причем. Охренеть. И почему-то молодые чуваки пишут 18-24. Хрен знает почему. Не написано. Ну, в ЖЖ вообще раньше тоже ныли. Если так, то уж вспомните историю. По регионам не написано нифига. Дальше написано немножко демографические проценты. В принципе, посмотрите сами, если вам интересно. Тут так, немножко... 18-24 в ЖЖ пишут больше, чем в ВК. Офигеть, офигеть. И даже 25-34 в ЖЖ пишут больше, чем в ВК. Возможно, ноют. Да. Прикольная статистика. Перейдем к последней новости из блока. До 18 в Фейсбуке вообще нет таких авторов. Да, кстати, 0% охренеть. Неплохо. Последняя новость из блока про WhatsApp. WhatsApp is now free and promises to stay ad-free. Да, я видел на самом деле про эту новость, что WhatsApp теперь без рекламы будет. Так. Что надо сказать? Во-первых, WhatsApp оказывается уже 6 лет на рынке мессенджеров. О-хренеть. Это охренеть уже. Мне кажется, 6 лет назад никто не слышал про мессенджеры и вообще нифига-нифига. Ну вот и тем не менее, они только сейчас дошли. А вот Telegram никогда не был с рекламой. Но только сейчас дошли, что... И Viber не был с рекламой. В Viber сразу были всякие стикеры, хреникеры и прочее говно. Да. Но они тут пишут, что многим людям они подарили, так скажем, вот это вот бесплатное пользование без рекламы. Но многие люди, в принципе, были и с рекламой. Вот. И поэтому теперь они всем делают, пользователям, без рекламы. Все будет круто. Интересно, они все-таки знают про Telegram или не знают? Да, конечно, знают. Но, блин, это жиры. Я боюсь только, что теперь в WhatsApp они, может быть, на те деньги, которые они собирали с ad-free аккаунтов, они боролись с рекламой. С спамом. Ну да. Теперь будет как Viber. Те стучатся и акции в Sunlight, и вхренаете, и так далее. Отлично. Так, переходим к следующему блогу. Да, блог про WordPress. Молниеносно по нему пронесемся. Новый плагин Deployer, который позволяет пушить изменения из GitHub-репозиториев на ваши WordPress-орг-сайты. Ну, то есть на ваши WordPress-сайты. Я пользуюсь GitHub-апдейтером, потому что он пушит не только с GitHub, но и с Bitbucket, и с GitLab. А сам этот Deployer, непонятно, чем он будет отличаться, потому что он еще не готовый. Он пока еще в альфа-версии. В общем, пишите в комментариях, чем пользуетесь вы. Я рекомендую GitHub-апдейтер, он прикольный. Ну да, ты рассказывал. Да, я и плагины, и темы им апдейтю, и прям нормально все работает. На WPTvern появился тип постов «In case you missed it», если вдруг вы пропустили, в котором Джефф делает дайджест, примерно как наш еженедельник, о том, что типа вот темы, которые, про которые мы на WordPress, на WPTvern не написали, но они тоже произошли в мире WordPress. Я остановлюсь на одной из них только. Во-первых, здесь тоже сниппеты есть вот эти, ну и твиты встроены. Я остановлюсь только на одной. Есть, типа, он пишет «Вот в 2014-м мы, конечно, уже рассказывали про WP Explorer, про их history WordPress, но типа они добавили теперь к нему скриншоты, и вот давай перейдем». Так. По ссылке там from the blog есть картиночка, именно такой человек на книжках сидит с бука, как классические стоковые изображения. Да-да-да. Ну вот здесь со скринами просто рассказано, как выглядел WordPress, его интерфейс, начиная с 2003-го года, когда версия 0.7 была официально презентована 27-го мая. Угу. Короче говоря, просто занятный прикольчик. Джефф начал делать дайджест, видимо, понял, что в дайджестах силы. Отлично. 41 репост на фейсбуке у него здесь, судя по этим беджам внизу. Jetpack 3.9, версия, которая только что вот недавно вышла в этом году, добавилась функция сайт-мэпов. Угу. Наконец-то XML-сайт-мэп будет генерироваться у вас, и вам не нужно будет ставить отдельный плагин Google XML-сайт-мэпс или UAST-CO, в котором тоже есть этот функционал. Скажу только то, что в Jetpack detected, если вдруг вы используете какое-то популярное решение, он выключает этот модуль и все. Круто. То есть он не накладывается никак с вами. Давай мы с тобой еще блок корпорации разберем, а блок, который у нас остался про космос, я не знаю, мы его или на следующий раз перенесем, попробуем поменьше темы. Напишите, да, напишите в комментариях, интересно ли вам послушать про блок про космос, в котором на самом деле очень горячие темы, но мы их оставили. Да, да, ну то есть вот в прошлый раз мы поговорили про SpaceX немного, про ракету-носитель Сатурн, сколько-то, 9, не помню сколько, Сатурн 5, кажется, Сатурн 5. Вот, интересно ли вам эти темы про космическую отрасль, вообще про развитие этого всего, вообще нам интересно, потому что юридизайн, юниверсов, веб-дизайн, вселенная, мы как бы довольно-таки близки к этому всему. Да, пишите в комментариях, стоит ли какой-нибудь блок заменить на космос, мы сейчас вот в раздумьях. Например, разработку. Да, например, разработку, как вариант. Короче, следующая статья из блока последнего корпорации ИСИО. На самом деле, нам вот говорили, что мы засираем Яндекс, или чуваку не нравится, я не знаю, я видел, что... Чуваку, наоборот, не нравится, что мы хвалим Яндекс. Что мы хвалим, а мы снова будем его хвалить, потому что молодцы чуваки из Яндекса, которые в Европе там двигают охренять какие технологии. Они сделали дата-центр в неком городке Мянцяля, или Мянцяля, я не знаю, как финны меня поправить, и так горячие финские парни поправят меня сейчас, неподалеку от Хельсинки. Вот. Этот дата-центр, он охренеть, что делает. Точнее, в дата-центре нужно охренеть, как охлаждать все девайсы, собственно. Ну, само собой, конечно. Да, само собой. И, кроме того, что мы все знаем, что если где-то что-то охлаждается, где-то что-то нагревается. Так. Вот. Они поняли, что, в принципе, раз они так много выделяют теплоты, вот этим дата-центром своим, они решили просто взять и обогревать Мянцяля. То есть... Ты имеешь в виду, они хладагент, который там течет в жидком охлаждении, они его теплым уже пускают куда-то в инфраструктуру. Они конкретно, да, завязались с инфраструктурой этого маленького городка, рядом с Хельсинки, и, как бы, делают добро людям, и сами работают, и, что самое главное, они экономят электроэнергию тем самым. То есть, не нужно и то, и другое сразу, и это обогревать, и то обогревать, и это охлаждать, и то, вот. Они сразу все сделали, в общем, Яндекс в Мянцяля, им круто все. Вот такая небольшая статья из блога Яндекса. Хочется только руку пожать, и я даже не знаю, почему бы их засирают. Ну, кстати, да. Следующая статья про Майкрософт. Майкрософт говорит, что все новые процессоры будут только компатимы с Windows 10. Статья, кстати, я как будто, знаешь, ее не прочитал. Статья про братцы. Так. Это троллинг, на самом деле, я тебя подстрахую немножко. Майкрософт пишут в своем блогпосте, вот, ты смотри, блогпост, есть ссылка, открой его. Так. Они пишут, типа, бла-бла-бла-бла-бла-бла, Windows 10 будет работать только на новых, грубо говоря, процессорах. И на новых версиях Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, LG, Samsung, Toshiba, ноутбуков будет наклеечка. Хорошо работает с Windows 10. Ну, слушай, такие наклеечки, на самом деле, со всеми были. Хорошо работает с Windows 7, и даже на мониторах клеят, короче. И на колонках клеят, и на наушниках клеят. Ну да, мы это знаем, как бы. Это просто бред, да, монитор. Я помню, заходишь в магазин, и именно какой-нибудь монитор самый дорогой, на нем наклеечка, еще когда мы с тобой в ВУЗе учились, типа, работает с Windows 8. Да-да-да. Какого хрена, как будто он не будет, это plug-and-play монитор, он будет работать с чем угодно. Ну вот, да, я так понимаю, статья об этом. Да и просто, да. И статья именно высмеивает то, что Microsoft что-то уже это, упоролись. И они немножечко, грубо говоря, пишут, что только для... Вот тут написано, что после 17 июля, если на Skylake процессорах и ниже семерки и восьмерки будут работать, то им будут только критические фиксы прилетать. Security fixes, да. Да-да-да, не будут прилетать critical всякие, в смысле фичи, фичи. Ну, в общем, это такой маркетинг, я думаю, своего рода. И как бы они теперь будут взаимодействовать немножко с девайсами, то есть хотите с нами работать, хотите, чтобы девайсы работали на винде, пишите нам. Мы наклеим наклеечку. Да, ну, это странная какая-то интервенция на рынок, это не очень рыночные способы выжить старое железо, это прям вот они взяли и заставили. Ну вот, и последняя тема, которая, в принципе, закрывает наш подкаст, про старину Брэндона Айка. Кстати, Айк, это случайно не имя, не канадская? Ну да, во-первых, это канадец из South Park, а во-вторых, это чувак, который придумал JavaScript и основал Mozilla. Да, ну и как мы знаем, с ним был скандал, мы опять же это обсуждали, с ним был скандал про то, что он башлял в компанию, которая боролась с однополыми браками в Калифорнии, и об этом узнали, видимо, когда раскрыли бабки, куда он что отчислял, он практически, наверное, с Mozilla-овских бабок туда отчислял. Да не, он просто, наверное, как-то публично это все декларировал. Ну да, короче, в общем, это... Он не думал, что это вообще big deal, а ему хопы сказали, что все-таки big. Ну да, и как бы людям это не понравилось, и его уволили из Mozilla, или он сам ушел, не знаю, короче, в общем, ему все не терпится сделать еще один браузер. И тут он объявляет, что он запускает веб-браузер, который будет блокировать вообще всю рекламу по дефолту. И этот браузер будет называться Brave. Храбрость, или храбрый, в зависимости от того, что он имел в виду существительное или прилагательное. Да, дальше мы видим, что Brave, он будет не только на PC, да, он будет еще и на телефонах. Ух ты! Естественно, он будет опять же через Safari ходить, но не суть. Brave, как бы, Brave. Здесь он показывает на скринах, и, собственно, и видео, и на YouTube, он показывает, насколько же сильно будет блокировать его браузер рекламу. А тут, в принципе, сильно полностью, я бы сказал. Так, то есть, он будет блокировать реально всю рекламу, причем некоторую рекламу, которую он может сместить, как бы, то есть, если он может весь контент поднять, например, если вот сверху реклама большая, в хедере, если он может поднять весь контент, он будет поднимать, если не может не будет поднимать это прикольно вот например здесь дальше про нетфликс вот тут он немножко поднял контент вместо рекламы убрал ее как бы и как будто сайт без рекламы да и ты даже не узнаешь о том что там она была в принципе мне больше интересует поднимись чуть наверх где видосы ютюба встроен там айфона и дам альфа ну короче говоря у него иконка лев брев храбрость да чем возможно лев же искал храбрость в волшебники изумрудного города волшебники страны ос здесь переклик переклик ковач блин то есть еще лев означает дам как музыкальный жанр можно еще возможно этот лев съест потом лисицу ухты на животных какая-то тема сын против геев то башлял животными это тема но мы посмотрим вдруг это будет прикольно и без рекламы может быть и не ставить некие блокеры да но к сожалению чуваки которые делают нативную рекламу то есть делают не google рекламу срана а сами делают рекламу из баннер ты никак ее не обойдешь она никак не обозначена не помечен а может быть вот против нее брендан айк ничего не имеет а против него на гриве льва тоши во просто будет и скоро написано нативник надо лоськами нормальному но все можно в принципе заканчивать наш подкаст да давай будем заканчивать тем более что мы опять около двух часов в эфире может быть уже едва ну чё обойку конечно я смотрю на обойку и как бы она немножко про ту тему которую мы сегодня не обсудили про космос это вот как будто мы находимся на другой планете и видим горизонт такой знаешь закат как бы нестандартный будто где-то другое солнце заходит как два солнца в звездных войнах на вот мне это чудо смотри вот обратив внимание две звезды ярко горят да да вот две звезды это две наши темы которые про космос вот солнце уже заходит наш подкаст уже заканчивается а темы все еще горят все еще свете маня да поэтому пишите в комментариях если вы хотите проголосуйте так скажем не рублем а словом за за блок про космос и скажите какой какой блок упразднить потому что нам прям вот хочется очень сильно ну да вообще с вами это нет еще с вами еще не были подписывайтесь на соцсетях вконтакте в твиттере фейсбуке в инстаграме в моем мире хоть и скажу в google плюсе ставьте нам звездочки пишите отзывы найдем если вы наш слушатель мы вас помним и с вами были никита террасов и александр гончаров удачного всем дня пока пока